Девушки отдыхают Которые иногда похожи на одержимость Их называют охотниками за НЛО Факты и фальсификации За последние 50 лет о феномене НЛО часто пишут газеты Эту тему эксплуатируют таблоиды, осмеивают скептики Не принимают всерьез научные сообщества Но неопознанные летающие объекты прочно захватили человеческое воображение Последние исследования в Канаде подтверждают интерес обывателей к этой спорной теме В США ежегодно появляются десятки книг об НЛО А в Голливуде снимается как минимум один в сезон фильм об этом феномене Именно в США находится самая крупная в мире уфологическая организация под названием МУФОН Члены которой ежегодно устраивают международные симпозиумы по проблемам изучения НЛО Вебмастер сайта UFO-city.com и один из авторов книги «Покидая восточные берега» Питер Робинс Известный нью-йоркский художник Он хорошо знаком с сообществом охотников за НЛО Эта тема волнует невероятное количество людей Их можно отнести к разным социальным слоям общества Но что всех нас объединяет? Попытка найти разгадку необъяснимому Может быть здесь есть что-то и от духовных поисков Большинство из нас можно назвать идеалистами Мотивы их странных поисков объясняются желанием попытаться понять, что происходит Но чем больше этим занимаешься, тем больше готов поверить в существование внеземных цивилизаций Мы пытаемся докопаться до правды в том, что в общепринятом смысле является Далеко не каждый из нас может похвастаться научными степенями, но многие имеют отношение к искусству, а значит обладают особой чувствительностью Именно это эклектичное отношение к исследованиям запятнало репутацию УФО сообщества Как только становится известно об очередном контакте с НЛО, на место событий слетаются не только охотники за НЛО, но и журналисты И те и другие пытаются разузнать как можно больше Для одних это горячая новость, для других возможность заявить о своих безумных теориях Об укрывательстве государством фактов НЛО присутствия, насильственных похищениях людей инопланетянами Или угрозе вторжения внеземных цивилизаций Комментарии серьезных исследователей тонут в небылицах, которые куда привлекательнее выглядят для средств массовой информации Неудивительно, что за последние годы за охотниками за НЛО Закрепилась репутация людей, мягко говоря, невменяемых Тем не менее, как группа заинтересованных людей, мы достигли больших успехов в исследованиях И хотя наши открытия не всегда пользуются уважением в научных кругах Мы лучше организованы и владеем большим объемом информации В течение многих лет успехи исследований напрямую зависели от личной заинтересованности охотников за НЛО Которые сдерживались только наличием самих событий инопланетного присутствия и давлением средств массовой информации Современные взгляды на НЛО расходятся с теми, что были прежде Чтобы лучше понять эту эволюцию, мы должны вернуться к делу Кеннета Арнольда 1947 года Благодаря которому появилось определение «летающая тарелка» Никто не сможет лучше рассказать нам о тех событиях, чем французский социолог Пьер Легранж Исследователь Парижского центра социологии и инноваций Его Перу принадлежит несколько трудов об изучении феномена НЛО В последние годы его считают одним из ведущих мировых авторитетов в области УФО истории Дело Кеннета Арнольда открыло эру летающих тарелок Именно тогда появилось это выражение 24 июня 1947 года этот 32-летний частный пилот и бизнесмен увидел странные летающие диски над горой Рейнар, штат Вашингтон Со слов Арнольда, они летели в два раза быстрее скорости звука и имели необычную форму К форме тарелки это не имело никакого отношения, эти диски были спереди круглые, а сзади треугольные Описывая полет этих объектов, Арнольд использовал такую метафору, как будто тарелки скользят по воде Возможно, те объекты, которые видел Арнольд, были просто стаи перелетных птиц Однако с этой историей началась современная эпоха летающих тарелок Но в 1947 году неопознанный летающий объект не был синонимом инопланетного космического корабля Кеннет Арнольд тогда решил, что стал свидетелем испытания секретного оружия Вполне очевидно, что внеземная суть явления появилась уже позже Если мы познакомимся с первыми статьями, которые можно найти в прессе за 26 и 27 июня 1947 года Мы увидим, что наряду с несколькими теориями выдвигалась и теория об инопланетном происхождении ненаблюдаемых объектов Но куда большей популярностью пользовалось мнение, что это было секретное испытание новых средств авиации На следующий день после заявления Арнольда, американская армия принимает особые меры безопасности, чтобы возвести стену молчания Однако, несмотря на все усилия военных, сложилось впечатление, что на территории США обрушилась целая флотилия летающих тарелок Заявления об их наблюдениях поступали со всех уголков страны С тех пор, как армия отказалась публично комментировать эти факты, небольшие группы из двух-трех человек начали самостоятельно собирать информацию об этих явлениях Именно с этого началась уфология, наука, изучающая НЛО Первые уфологии появились в 50-х годах в таких организациях по исследованию атмосферных явлений, как НИКАП и АПРО Они забирали огромную массу информации, которая не отличалась особой системностью Поначалу НЛО видели только летающими в небе Они зависали в воздухе и улетали прочь, не приземляясь Затем постепенно стали появляться рассказы о приземлениях НЛО Со временем исследователи изменили свой подход к изучению Профессор истории Университета Темпл в Филадельфии Дэвид Джейкобс Автор известной книги «Споры об НЛО в Америке» На мой взгляд, первыми уфо-организациями в США можно назвать Национальный комитет по исследованию атмосферных явлений НИКАП и АПРО Организацию, которая также занималась исследованиями атмосферных явлений И то, что вокруг НЛО стали разгораться споры, это было очень важно НИКАП и АПРО продолжали собирать и анализировать информацию о наблюдениях летающих объектов Их можно смело назвать пионерами методологии феномена НЛО Именно в разгар 50-х люди начали высказывать предположения о внеземном происхождении НЛО Вскоре эта теория стала особенно популярной в толковании неопознанных объектов Но консервативные исследователи, которые отказывались разделить от удовольствия зрения без весомой аргументации Заклеймили последователей иного мнения, как невежественных и незаслуживающих внимания особ Сегодня, спустя полвека после первого наблюдения НЛО Канэтом Арнольдом Остается только удивляться, каким образом то, что поначалу рассматривали как сверхсекретное оружие Стали считать межпланетными средствами передвижения Как инопланетяне стали центром исследований НЛО? Первым, кто выдвинул идею о том, что летающие тарелки имеют внеземное происхождение, был Дональд Кихоу В 1949 году бывший военный, ставший журналистом, исследовал для журнала ТРУ этот феномен После общения с бывшими коллегами по армии, не давшего особой пищи для размышлений, он довольно скептически относился к теме Но чем глубже Кихоу погружался в эту историю, тем больше становился уверенным в том, что военные сознательно не говорят всей правды Его статья, которая в 1950 году была опубликована в январском номере журнала ТРУ, в числе первых сделала популярной теорию об инопланетянах Три года спустя Дональд Кихоу написал книгу «Летающие тарелки из космоса», популярность которой в книжных магазинах еще больше укрепила теорию о внеземном происхождении НЛО С тех пор была проведена черта между теми, кто верил в инопланетян, и теми, кто не разделял эту точку зрения Пока в Америке взвешивали все за и против теории о внеземном происхождении НЛО, на другом берегу Атлантики, во Франции, насчитывалось бесплатно Прецедентное количество наблюдений за летающими объектами Если до этого верхом был простой полет по небу некоего объекта, то теперь НЛО, казалось, приземляются везде и всюду Более того, обитатели этих космических кораблей разгуливали по нашей планете Одна из самых удивительных историй случилась 10 сентября 1954 года с Мариусом Дивалем из деревушки Кару, которая находится на севере Франции Я услышал лай свои собаки, но она лаяла не так, как обычно Сначала я не обратил на это внимание, но потом решил посмотреть, что же ее так беспокоит Я увидел двух человек, или скорее двух существ Где они находились? На другой стороне дороги, примерно в 3-4 метрах от меня Вы можете их описать? Они были довольно маленькими, ростом примерно около метра Летающая тарелка была там, как она улетела? Она поднялась вверх, примерно на 45 метров Прямо вверх? Потом превратилась в огненный шар и полетела в восточное направление В 60-е годы появилось новое поколение исследователей Среди них был и Джон Килл, который стал автором серии книг о феномене НЛО К тому же он исследовал то, что, казалось бы, вообще интересовало других людей Он изучал то, что вроде как и не относилось напрямую к феномену НЛО, то, что было на грани Для таких исследователей, как Джон Килл, неопознанные объекты не были обычными посещениями землян, инопланетными существами в летающих тарелках В сферу его научных интересов входило гораздо больший и сложный круг проблем, затрагивающий вопросы экологии и оккультных наук Явления, которые можно отнести к человеческой природе Некоторые люди предлагали психологические теории для этих явлений Теперь Килл обосновался в области парапсихологии, где события, происходящие в нашем обществе, напрямую связаны с визитом инопланетян Благодаря Джону Киллу в конце 70-х возникло движение, которое на равных изучало как феномен НЛО, так и паранормальные явления Его последователи полагали, что все происходящее тесно связано с очевидцами визитов неопознанных объектов В 70-е годы ВВС США потеряли интерес к НЛО Вместо военных проблемами изучения этого феномена стали заниматься вслед за Джоном Киллом немало исследователей с университетским образованием К началу 70-х годов ВВС США уже прекратили так называемый проект «Голубая книга», который занимался изучением феномена НЛО Военные сделали вывод, что НЛО не представляют угрозу национальной безопасности Теперь уфологией можно было заниматься в открытую Именно на 70-е годы приходится расцвет серьезных уфологических исследований Хотя многие документы так до сих пор находятся под грифом секретности И многие загадки, как, например, события в Розвеле, так и остаются пока тайной Нехватка конкретных результатов привела к расколу среди уфологов, которые разделились на два лагеря В конце 70-х в уфологии происходят удивительные вещи Среди самих уфологов проявляются критические настроения Скептиков теперь стали считать рационалистами, теми, кто ничего не понимает в феномене НЛО Ситуация изменилась Те, кто долгие годы горячо верил в существование НЛО, радикально изменили своим позициям Они стали говорить, мы больше не верим в существование НЛО В 1977 году французский уфолог Мишель Моннери издает книгу «А что если НЛО не существует?» Согласно Моннери, НЛО не больше, чем ошибочная интерпретация известных природных явлений Они нереальны, они просто миф Нет никаких инопланетян, посещающих Землю, нет необычных явлений Все это ошибочные мнения зашедших в тупик людей, которые в действительности наблюдали за Венерой, метеозондами, самолетами и другими вполне объяснимыми явлениями Постепенно охотники из НЛО приходят к выводу, что только сбора отчетов очевидцев неопознанных объектов явно не хватает для всестороннего изучения феномена НЛО Что происходило в уфологии в 70-е годы, когда в рядах исследователей стали появляться первые скептики? Это было время, когда, обсуждая отчеты очевидцев, уфологи стали думать «Нам нужен более научный подход, мы должны изменить наши методы изучения» «Только отчетами очевидцев ситуация не изменится» «Мы должны представить весомые доказательства, как это делают любые ученые» Долгое время мы были уверены, что дело ученых — наблюдать за природой Но в действительности работа ученых больше носит лабораторный характер Они очень редко наблюдают за природными явлениями Куда больше времени проводят с приборами, диаграммами и графиками Их контакт с природой довольно опосредованный Если ученый идет в лес или забирается на вершину горы, вряд ли он сможет попасть в суть происходящих событий Уфологи задали себе вопрос «Можем ли мы представить данные, связанные с историями об НЛО, так, чтобы их воспринимали как научно основанные факты?» Уфологи осознали, чтобы добиться успеха и признания, важно не только собирать истории или высказывать свое мнение, подобно судьям или полицейским Необходимо тщательно исследовать все факты, чтобы предоставленные данные не вызывали сомнений у экспертов в том, было ли реальностью случай наблюдения НЛО Франсуа Бурбо принадлежит к новому поколению уфологов, которые появились в 70-е годы во времена изменений в идеологии исследований феномена НЛО Цель, которую я поставил перед собой, когда работал над своим первым научным трудом, заинтересовать университетское сообщество изучением феномена НЛО Но вскоре я натолкнулся на своеобразную стену разного рода предубеждений и предрассудков Эти ученые мужи, вероятно, просто боялись потерять доверие своих коллег Должен сказать, что дело здесь было в том числе и в нехватке знаний по изучаемому предмету Немаловажно заметить, что в области изучения феномена НЛО для таких серьезных дилетантов, как я, которые готовы докопаться до истины, не хватает финансирования для исследований и необходимого количества ассистентов Если же быть до конца откровенным, у нас весьма ограничен доступ к технологиям, которые позволяют провести исследования по горячим следам на месте контакта с НЛО Где, например, можно найти немало вещественных доказательств на грунте Благодаря подобным пробам мы могли бы значительно продвинуться в исследованиях В подобных случаях промедление смерти подобно, а нам приходится подолгу ждать результатов анализа, чтобы продолжать исследование Мы также могли бы передавать результаты своих тестов экспертам для дальнейшего изучения Может быть, проблема именно в этом? Хороший пример того, как недостаток финансирования и материально-технического обеспечения может повлиять на результаты исследований Случай в городке Сент-Мари-де-Монуар, который находится в 90 километрах от Монреаля Сначала я был уверен, что это по площади было 4 на 4 метра, но когда встал, увидел, что это зависло над домом моего соседа Везде в доме был синий свет и неизменный шум Думаю, это было что-то из космоса У них более совершенные технологии, раз они прилетают к нам Было очень ярко Не знаю, на какое расстояние от дома был виден этот свет, но там, где находился я, было светло как днем Некоторые специалисты считают этот случай особенно загадочным Уфологи, занимающиеся этим событием, вынуждены были прекратить исследования из-за недостатка средств Франсуа Бурбо был единственным, кто продолжил изучение События в Сент-Мари-де-Монуар могли стать одной из уникальных возможностей для более глубокого изучения феномена НЛО Было очень много очевидцев происходящего, причем таких компетентных свидетелей, как полицейские Я был потрясен, ничего подобного в жизни не видел Среди свидетелей были люди из разных социальных слоев общества К тому же на почве остались следы, которые можно было рассматривать как вещественные доказательства Электромагнитное воздействие наблюдалось на определенные территории, где остался на почве след от НЛО В этом месте трава позеленела, а ведь все это происходило зимой На собственные средства в университете Ливаль я заказал экспертизу образцов травы и почвы Результаты оказались потрясающими Уровень хлорофила был в 10 раз выше, а содержание азота возросло на 300% Мне показалось это очень странным, обычно уровень хлорофила во всех растениях одинаков Не думаю, что человеческое вмешательство могло изменить эти показания в той траве, что мы исследовали Напомню, все это происходило в ноябре У нас в руках были образцы, которые действительно можно было всесторонне исследовать Но нам не удавалось заинтересовать необходимое количество специалистов из разных научных областей Ботаники, физики, математики, генетики, тех, кто изучает магнетические и электрические излучения Мы потеряли уникальную возможность приоткрыть завесу тайны в этом загадочном феномене Постепенно в течение нескольких лет охотники за НЛО разделились на два обособленных лагеря Одни продолжали свято верить во внеземное происхождение НЛО Другие, в основном это были исследователи феномена НЛО, стали называть себя скептиками Уфологию нельзя назвать наукой, которой занимается единая группа исследователей Скорее, как и в любой другой научной дисциплине, это взаимодействие разных исследовательских групп На мой взгляд, тот факт, что среди уфологов есть скептики, не значит, что уфология становится более научной в своем подходе к изучению Это значит, что исследователи стали думать с точки зрения тех, кого они раньше критиковали Сегодня скептицизм по отношению к НЛО – личная точка зрения, как когда-то была вера в существование неопознанных объектов После многолетней веры в существование НЛО они решают встать по другую сторону баррикад Меняет ли это что-то? Рационалисты говорят, наконец-то исследователи НЛО придерживаются более научных методов в исследованиях, но факты говорят об обратном Когда страсти стали понемногу успокаиваться, исследователи НЛО действительно стали использовать в своих исследованиях более научный подход Снова вернулась дискуссия Существует или не существует НЛО? Отрицание этого феномена не говорит о вас как о настоящем ученом, но оно разжигает полемику Эти премии сложно отнести к научно обоснованному спору, поскольку каждый оппонент следует личной точки зрения Стать исследователем НЛО довольно просто Напечатайте несколько визитных карточек и опубликуйте статью в нескольких информационных бюллетенях Гораздо труднее стать ученым Вам нужен диплом, опыт и исследовательская работа, которая одобрена другими специалистами Исследование феномена НЛО столкнулось с двумя проблемами Частые изменения идеологии изучения и нехватка финансирования для исследований Большинство УФО-объединений – жертвы нестабильного финансирования Они не могут содержать постоянный исследовательский штат Это приводит к тому, что, как правило, в подобных объединениях работают волонтеры Идейные поиски – это замечательно, но здесь возникают проблемы с компетентностью и профессиональной состоятельностью участников исследования, от которых не приходится ожидать идеальных результатов Очарованный в середине 70-х феноменом НЛО Антонио Хунеус пишет для журнала «Фейт» и является соавтором книги «Краткая история исследований НЛО» Ему не понаслышке известны все трудности, с которыми сталкиваются исследователи Одна из главных проблем изучения феномена НЛО в том, что зачастую ими занимаются непрофессионалы И такая ситуация складывается во многих странах Хотя был довольно непродолжительный период времени, когда в исследования вкладывали средства филантропы В конце 90-х годов американский мультимиллионер Лоуренс Рокфиллер финансировал ряд научных конференций на Восточном побережье Встречи в Пакантико под председательством астрофизика Питера Старека и Стенсорского университета Встреча сегодня считаются самой важной инициативой, которая предпринималась в области изучения НЛО за последние годы Франсуа Луанж Франсуа Луанж Франсуа Луанж – специалист в оптической физике Он возглавляет Флексименш – корпорацию, которая специализируется на получении изображений с помощью искусственных спутников Земли В свое время он был активным участником встреч в Пакантико Организованная в 1997 году мистером Рокфиллером конференция в Пакантико была весьма результативной Этот джентльмен тратил немалые средства на благотворительные цели Помимо этого, Лоуренс Рокфиллер проявил немалый интерес к проблемам изучения НЛО В частности, его интересовали так называемые «круги на полях» Именно поэтому он финансировал недельную конференцию в центре Пакантико, где когда-то жила его семья Темой этой конференции был не феномен НЛО как таковой, а обсуждение вещественных доказательств и его существования На этой конференции присутствовали два типа ученых С одной стороны, уфологи, которые довольно серьезно занимались исследованиями НЛО Это такие люди, как Валле, Каласко, Ричард Хейнс, Джон Шуслер и многие другие С другой стороны, в премиях принимали участие профессиональные ученые из разных сфер Которые скорее разделяли иную точку зрения, нежели уфологи Цель заключалась в следующем Привлечь к дискуссии разные исследовательские группы, чтобы выяснить, существует ли что-то общее в их исследованиях По результатам конференции планировалось выпустить аналитическую брошюру Зачем это нужно было Рокфеллеру? Единственное на тот момент официальное исследование проблемы НЛО Это был отчет комиссии Кандона, который спонсировали ВВС США Этот внушительный по объему труд оселили немногие В нем было приведено множество фактов, часть которых трактовалась как необъяснимые явления Однако официальные выводы отчета Кандона были следующими Во-первых, мы ничего необычного не обнаружили Во-вторых, ученым лучше следует заняться более полезными исследованиями, нежели тратить время на то, что не представляет научного интереса С легкой руки Кандона ученые с пренебрежением стали относиться к изучению феномена НЛО Что касается выводов Кандона, мы согласны с ним как минимум по первому пункту Мы действительно не нашли убедительных доказательств существования НЛО И тем более веских оснований его внеземного происхождения С другой стороны, с научной позиции мы совершенно не согласны с Кандоном Мы полагаем, что если была бы возможность работать с собранной информацией И иметь в своем распоряжении необходимые технологии Ученые могли всесторонне исследовать этот феномен Выслушать наблюдения исследователей НЛО и продолжить изучение этого явления Если конференция в Покантике официально признавала научный интерес исследований НЛО Почему же сообщество ученых в целом не заинтересовалось этим феноменом? Если бы кто-то нашел техническое применение проблем изучения НЛО, можно было бы найти спонсоров для финансирования исследований Пусть даже не для исследований, а хотя бы на еще одну научную конференцию под руководством мистера Старака Возможно, там бы появилась группа исследователей, которые сказали бы А нам, джентльмены, выделяют 10 миллионов долларов, а вы возвращайтесь к своим кульманам Однако, прежде чем рассуждать о том, как заинтересовать научное сообщество проблемами НЛО Необходимо, чтобы сами уфологи осознали не только важность собранной ими информации, но и способы ее представления Материала для исследований собрано действительно очень много Другой вопрос, что встречаются немало неоднозначных фактов, которые можно трактовать по-разному И еще одна проблема Весь этот огромный материал практически не систематизирован, что осложняет исследовательскую работу Сегодня кажется удивительным, что после стольких лет исследований феномен НЛО представляет научный интерес для очень большого количества профессиональных ученых Возможно, это можно объяснить тем, что идеалистические научные взгляды не соответствуют непризнанной реальности уфологии Есть ощущение, что изучение НЛО, как составной части исследований атмосферных явлений, сдвинулось бы с мертвой точки как в Европе, так и в США и Канаде Если бы общество пересмотрело свои взгляды на этот феномен Думаю, нас постигнет разочарование, когда ученые представят свои ожидаемые всеми заключения Если разговор идет о расширении знаний, то вряд ли стоит говорить о каких-то конкретных выводах Когда ученые изучают некий предмет, они очень редко сходятся во взглядах Конечно, когда мы читаем исторические книги о науке, нам встречаются известные имена Галилея, Ньютона, Эйнштейн Все они внесли значительный вклад в развитие науки Но мы не должны забывать, что 99% всех научных исследований заходят в тупик Но это не значит, что они не должны проводиться Поиск, расширение проблемы и есть прогресс У ученых часто возникают разногласия В науке очень сложно прийти к общности мнений А теперь представьте, мы берем ученого из его привычного окружения И заставляем его работать с непрофессионалами, людьми с совершенно разными интересами В таком случае им будет куда более сложнее работать В подобных ситуациях ученые говорят, что исследователи НЛО несерьезны Они не могут представить очевидные доказательства, в отличие от ученого мира, где все работают на результат Я же смотрю на эту проблему с другой стороны Чтобы получить ученую степень, на это уйдет немало времени И таковы установленные правила игры Необходимо получить диплом, затем иметь публикации, подписанные контракты и так далее В противоположность этому пути удивительно, как многого достигают такие уфоорганизации Как, например, бельгийская САВЭПС, вне подобной системы Я бы не стал утверждать, что уфологи несерьезно подходят к исследованиям Исходя из тех условий, в которых им приходится существовать Возможно, нам следует требовать именно от ученых большего результата Спустя полвека со дня рождения уфологии Охотники ЗНЛО также далеки от ответа на главный вопрос Как и в начале пути Можно ли обвинять их в том, что они не предприняли для этого необходимых усилий? У них был плохой выбор очевидцев НЛО? Или просто уфологи слишком доверяли сенсациям? Здесь дело не только в самих уфологах Людям свойственно фантазировать Я имею в виду не сферу исследований, а культурную среду и средства массовой информации Именно отсюда пошла связь НЛО с внеземными цивилизациями Я думаю, что представление НЛО как о космических кораблях из других галактик Это наиболее распространенный образ во всем мире В прессе, если и появляются репортажи о НЛО Они, как правило, связаны с похищением людей инопланетянами Или крушением внеземных космических кораблей Вот что может возбудить интерес обывателей И эта ситуация не меняется вот уже несколько десятилетий Именно подобный поверхностный взгляд на события Формирует общественное мнение об НЛО Я думаю, что в подобной ситуации уфологам довольно сложно ввести серьезные исследования Поскольку общество в феномене НЛО интересует только сенсацией Отсутствие интереса научной элиты к феномену НЛО Они не только являются следствием тенденции уфологов верить слухам о похищениях людей инопланетянами И крушениях летающих тарелок Немалую роль в этом сыграли и предрассудки, царящие в обществе В навязывании которых немалую роль сыграла поверхностная манера освещения событий, связанных с НЛО в прессе Член Национального центра научных исследований в Париже Бартран Мьюст написал несколько книг об изучении НЛО Среди них и книга под названием «Научная фантастика» и «Летающие тарелки» Есть несколько факторов, которые повлияли на эту ситуацию С одной стороны, неструктурность исследований Они в основном проводились непрофессионалами, что значительно сказалось на их качестве с точки зрения научного подхода С другой стороны, это стало своего рода вызовом для научного сообщества Уфологи заявляют, что этот феномен не только заслуживает внимания, но и требует серьезного и всестороннего исследования Во Франции подобные идеи пока еще не нашли поддержки в научном сообществе Например, мои коллеги занимаются социологией и этнологией Казалось бы, для них изучение НЛО не может быть проблемой, поскольку они изучают социальные и культурные явления Но даже в этих областях НЛО не считается серьезным предметом для изучения Если социолог вдруг решится исследовать НЛО, он рискует стать отверженным своими коллегами Вот такая абсурдная ситуация Как мы видим, существует своего рода барьер Страх культурного или философского отторжения Предвзятое отношение к уфологам можно довольно просто объяснить Если о некоем явлении не говорят, значит его просто не существует Я имею в виду не мифические истории об НЛО Они в избытке появляются на страницах газет А некие сообщения об исследованиях уфологов, которые просто не замечаются прессой Но что интересно, подобная ситуация существовала не всегда Обратимся к истории Когда в прессе в конце 40-х годов появились первые сообщения об НЛО Об этом феномене писали все главные американские газеты, включая Нью-Йорк Таймс Пока государство интересовалось этой проблемой, постоянно выходили официальные отчеты об исследованиях НЛО Публиковались мнения разного рода ученых, метеорологов, биологов и так далее И хотя они не занимались анализом происходящих событий, это были слова ученых мужей Для американского сообщества это очень важно Если это поддерживает государство, если об этом пишут газеты, это меняет ваши отношения к данному явлению Чтобы избежать насмешек и презрительного отношения, уфология должна окончательно определиться, имеет или нет НЛО внеземное происхождение А чтобы выжить, ей необходима хотя бы минимальная финансовая и техническая поддержка На мой взгляд, государственное вмешательство просто необходимо для развития уфологии Поскольку большинство важных источников информации, как правило, находится в ведении государства Если взять, для примера, Францию, есть государственная полиция, военная и гражданская авиация Естественно, эти организации не расположены делиться информацией, особенно это касается ВВС Которые держат в строжайшей секретности все, что касается национальной обороны Если вы не имеете отношения к этим организациям, получить информацию, например, о радарах, будет весьма сложно В конце 70-х Франция стала единственной страной из Большой Восьмерки, которая организовала необычное агентство Его назвали СЕПРА Это значит Служба по исследованию явлений, вызванных проникновением в атмосферу внешних объектов В том числе здесь изучается и феномен НЛО СЕПРА является отделением Национального центра по изучению космоса Своего рода французского эквивалента американского НАСА Возглавляет это агентство уже не первый год инженер Жан-Жак Веласко Национальный центр по изучению космоса охотно делится своей информацией Нам нечего скрывать Мы сообщаем общественности о многих своих исследованиях И мы будем придерживаться такой позиции впредь Хотя это не является нашей главной задачей Как это было с предшественником СЕПРА группы ЖПАН Которая в основном готовила технические информационные сообщения Разница между этими двумя организациями простая У нас просто нет на это средств Хотя Жан-Жак Веласко признает, что его организация не обладает необходимыми средствами для глобального исследования феномена НЛО Он признает, что без поддержки Головного центра о взаимодействии с уфологами не может идти речи Уфологами, как правило, называют людей, которые главным образом занимаются наблюдением за НЛО Их интерес к исследованию носит любительский характер Мы же занимаемся научными изысканиями Изучаем совсем на другом уровне факты появления НЛО, о которых нам сообщают По сути, наша работа заключается в научном анализе подобных явлений Помимо Франции, только несколько стран в Южной Америке создали официальное агентство для сбора отчетов о наблюдениях НЛО Как правило, под видом военной деятельности В других же уголках мира отчеты о наблюдениях НЛО либо потеряны, либо уничтожены, либо хранятся в подвалах административных зданий В Канаде представители королевской конной полиции регулярно отсылали свои отчеты в Национальный исследовательский центр в Оттаве После беглого с ними знакомства документы отправлялись в Национальный архив Там они покрывались слоем пыли, и не было никакой надежды, что эти сведения могут быть кому-то полезными Пока ими не заинтересовался канадский исследователь НЛО Крис Рудковский Я изучил порядка двух тысяч отчетов о наблюдениях НЛО Это был уникальный материал для исследований Я благодарен руководству архива, что мне позволили работать с этими документами Для них эти бумаги не представляли особой ценности, но они хотя бы их не стали уничтожать Эти отчеты интересны и не с точки зрения того, что НЛО действительно существует Благодаря им можно найти новые направления в изучении этого феномена Поскольку люди описывали именно то, что они видели собственными глазами Это были непреукрашенные и малоправдоподобные газетные репортажи Или фантастические истории, которые так любят таблоиды и кинематограф В этом архиве представлены реальные и подробные отчеты наблюдения НЛО практически со всех уголков Канады Уникальный материал, о котором может мечтать любой уфолог Случай с Крисом Рудковским скорее исключение из правил В США, где собрано самое большое в мире количество сообщений о наблюдениях НЛО У уфологов практически нет возможности получить копии этих документов Как правило, эти бумаги отправляют в Шреддер Главная проблема, которая так и остается неразрешенной Что за все годы изучения феномена НЛО так и не было создана единой информационной базы В которую бы вошли все отчеты о наблюдениях НЛО Исследования имели бы результат, если бы ими занималась некая структурированная институция Но ничего подобного мы не наблюдаем После 50 лет изучения НЛО, каким образом лучше суммировать результаты исследований Уфологам, которые в основной своей массе являются непрофессиональными исследователями Так и не удалось склонить на свою сторону ученое общество Им постоянно приходится сталкиваться с общественными предрассудками Которые сложились вокруг феномена НЛО Но охотники за НЛО продолжают свои исследования Путешествуя по странным мирам в поисках доказательств в поддержку своих теорий Очевидно, что если оставить в стороне все словесные перепалки между уфологами и учеными И вместо пространных речей о чудесах науки Научные институты действительно бы стали серьезно и методично изучать феномен НЛО От этого выигрыша остались бы обе стороны И наше общество в том числе Американцы в основном придерживаются социологических теорий Которые вызывают меньше интереса в Европе Это связано в первую очередь с тем, что к мнению уфологов в Америке ученые не особенно прислушиваются Они запятнали свою репутацию невероятными мифическими историями об НЛО В Европе некоторые уфо-организации давно развенчали все эти неправдоподобные теории Но об этом мало кто знает Мифы об НЛО, которые существуют в Северной Америке, особенно в США, разнеслись по всей Европе Такие исследователи, как Скорно, ваш покорный слуга и другие Не скажу, что мы прекратили свои изыскания Они нам все еще интересны Но к нам практически никто не прислушивается Пьер Ле Ранж пока еще находит силы обратить всеобщее внимание на свои исследования Но в действительности всех куда больше интересуют американские вымыслы об НЛО В последнее время для их распространения активно используется интернет Я профессор, и у меня есть студенты, которые интересуются НЛО Но они не знакомятся с серьезными исследованиями об этом феномене Когда они слышат выражение «летающая тарелка», первое, что им приходит в голову Это вся американская билиберда про НЛО, которую они выудили из интернета Когда мне было 25 лет, об НЛО было известно, что это некие объекты, летающие в небе Мы выходили в поле, чтобы лично наблюдать за ними Теперь молодые люди предпочитают черпать информацию из интернета Вот почему я все меньше интересуюсь проблемами НЛО Этот феномен все больше превращается в своеобразную виртуальную реальность Им обещали, что скоро они попадут в рай Беспрекословно слушаясь повелителей Вселенной, послушные ученики были готовы отправиться на далекую планету Только их лидеры забыли предупредить, что это космическое путешествие будет стоить им жизни Эти доверчивые души не смогли отличить космических провидцев от самозванцев НЛО, факты и фальсификации Наручный взгляд на таинственный феномен НЛО Попытка разобраться в необъяснимых на сегодняшний день явлениях Субтитры создавал DimaTorzok В октябре 1994 года Силой ужасных происшествий, произошедших в Швейцарии и Квебеке по вине Ордена Хромосолнца Провела свет на тайный мир сект, появившихся вследствие так называемого движения контактеров В 1952 году американский мигрант польского происхождения придал новое значение свидетельствам очевидцев НЛО В комнате полной жаждущих сенсаций репортеров Джордж Адамски заявил, что получил телепатический приказ отправиться в пустыню Мохави, где он обнаружил космический корабль Адамски утверждал, что вошел в контакт с пилотом, прилетевшим с Венеры Его миссия заключалась в том, чтобы предупредить землян об опасности использования ядерного оружия Группы уфологов сочли рассказ Адамски доказательствам инопланетного происхождения НЛО На следующий год Адамски в соавторстве написал книгу под названием «Летающие тарелки приземлились», которая имела огромный успех и положила начало движению контактеров После публикации книги еще несколько человек заявили о том, что они тоже входили в контакт с пришельцами с Венеры и Марса Задолго до этого, в начале 20 века, исследователи из обсерватории Лоуэлла обратили внимание на странные строения на Марсе Шьепарелли и Персиваль Лоуэллы считали, что они могут быть каналами, которые построили разумные существа В 50-х годах астрономы уже знали об условиях жизни на планетах Солнечной системы, в том числе на Марсе и Венере Уже было известно, что на Марсе атмосфера очень разряженная, а на Венере, напротив, облачная плотность привела к возникновению парникового эффекта То есть исследователи имели более-менее полное представление об этих планетах В 30-х годах, накануне Второй мировой войны, Орсон Уэллс прочитал по радио адаптированный к американской действительности роман Герберта Уэллса «Война миров» Радиоуслушатели были в шоке Они решили, что Землю захватили пришельцы с Марса Думаю, что раз общество поверило в этот розыгрыш, значит люди верили в возможность подобного разворота событий Астрофизики, эксперты по фотоизображениям научно доказали, что рассказ Адамский являлся фальсификацией Начиная с этого момента, уфологи не принимали в расчет заявления представителей движения контактеров Да и средства массовой информации часто высмеивали его приверженцев Тем не менее, движение контактеров продолжало развиваться Сегодня в мире существуют сотни таких полурелигиозных групп, которые верят в контакт с инопланетянами Заведующий кафедрой религиозных исследований при Лавальском университете Квебека Ильен Бушар давно интересуется этими новыми религиозными течениями В мире существует несколько сотен групп, относящих себя к движению контактеров Как правило, в каждой из них насчитывается всего несколько членов Чтобы обнаружить все эти секты, пришлось бы немало потрудиться В большинстве случаев группа существует лишь до тех пор, пока жив ее основатель Или пока ее члены верят в новое откровение В США одной из первых групп, основанной на мистицизме, была так называемая научная академия Юнариус Аббревиатуру которой можно перевести как «Вселенское понимание науки иных измерений» Меня зовут доктор Чарльз Спиго, я являюсь директором научной академии Юнариус Юнариус – это добровольная, образовательная и научная организация 33 инопланетных корабля приземляться здесь, в том месте, где стоит указатель На табличке написано «Добро пожаловать, космические братья» Несмотря на то, что обоих основателей академии уже не до живых, а пришельцы так и не появились в назначенное время Идеи Юнариуса поддерживают немало людей Сегодня в рядах группы числится более 6 тысяч членов Юнариус был основан Эрнестом и Руфью Норманами в 1954 году Супруги утверждали, что пришельцы попросили их освободить человечество от кармы Поскольку, согласно философии Юнариус, человечество появилось в результате множества реинкарнаций Руфь Норман считала, что является перевоплощением Сократа, Марии Магдалины и Моны Лизы Будущее Земли — это положительный прогресс Поверьте мне Большинство групп, создавших в Англии и движения контактеров, вполне безобидны Но ужасные события, произошедшие в Храме Солнца, заставили правительство и органы правопорядка более бдительно относиться к их деятельности Матю Косоу создал французский интернет-сайт, который призван предупредить людей об опасности сект Людям нравится говорить об новой бережейцах, потому что в этом есть некая тайна В США контактеры весьма умело обращают жаждущих в свою веру Например, не так давно жил учитель Дэнг Этот гуру говорил о вселенской энергии По его словам, он получал приказания от высших существ, которые связывались с ним, когда он летал в самолете Существовала также секта Айзазен, чей гуру также получал некие сообщения Чтобы привлечь их в свои ряды новых членов, руководители групп использовали разного рода уловки Например, в секте могли пообещать, что знают ответы на вопросы, которые интересуют каждого из нас Кто мы? В чем смысл жизни? Что с нами будет? Они заявляли о скором прибытии на Землю пришельцев, что придавало секте орел таинственности А значит, и привлекательность в глазах обывателей И чем туманнее разговоры об этом, тем лучше Особенно, когда речь заходит об инопланетянах Ты должен почувствовать свою избранность Я являюсь частью чего-то особенного Со мной общаются внеземные цивилизации Пришельцы приобрели определенные божественные качества Они все знают и способны сделать практически что угодно Роэлиты утверждают, что с точки зрения технологии Они обогнали нас на 25 тысяч лет То есть на инопланетянина смотрят практически как на Бога Несмотря на разнообразие сект и религии Нового века, их суть можно свести к одной идее Если основателями группы явились не сами инопланетяне То, по крайней мере, это были пророки, выбранные ими, чтобы нести на Землю информацию от космических провидцев Вы всегда мечтали учиться у Иисуса, Будды или Мохаммеда? Что же, вы немного опоздали, но учиться у меня никогда не поздно Как правило, учение каждой секты сводится к единому постулату Существуют как хорошие, так и плохие пришельцы Последние хотят уничтожить человечество, в то время как хорошие стоят на его страже Члены секты являются избранными и находятся под защитой добрых внеземных сил Не просто составить общее описание подобных сект Но мы заметили, что в каждой группе царит почти семейная атмосфера Как можно охарактеризовать людей, вступающих в эти секты? Если человек выбирает религиозное меньшинство, он сознательно отделяется от общества Как правило, такие люди весьма напористы Странно, когда их представляют рубкими созданиями Согласно исследованиям, такие люди стремятся выделиться из толпы Уход в секту — своего рода вызов, брошенный обществу Так как после подобного поступка человека невременно заметят И, возможно, он станет объектом для насмешек Таким образом, одна из главных черт таких людей — желание показать свое превосходство в религиозном смысле К тому же они стремятся понять смысл жизни Я бы сказал, что такие искания характеризуют всех тех, кто вступает в подобные группы Пожалуй, главная черта, присущая каждому члену секты — это желание выделиться из толпы Не думаю, что существует кто-то полностью застрахованный от сильного влияния секты В 1970-х годах движение новой эры вдохнуло новый смысл в существовании сект поклонников НЛО Несколько лидеров сект позаимствовали идеи Эриха фон Даникена и Роберта Шару, авторов теории о древних астронавтах Со временем постулаты сект видоизменялись Униформа инопланетных пилотов уступила место длинным белым деяниям, а пришельцы, которые когда-то являлись во плоти, теперь превратились в бестелесных существ, живущих на высших духовных уровнях Космическим посланцам теперь уже были не нужны летающие тарелки, они могли общаться с людьми посредством телепатии В самый разгар этих перемен в идеологии сект, молодой француз Клод Варион публично заявил, что 13 декабря 1973 года он вошел в контакт с пришельцем Он посоветовал Клоду Вариону, который когда-то был певцом и выступал под именем Клод Целлер, теперь называть себя Раэль, что значит «несущий свет» Поначалу он решил заняться певческой карьерой, подражая Жаку Брейлю Раэлиты поют о меде с корицей, в действительности эти слова из песни Жака Брейля, написанные в 60-х годах, которые называются «Черная грязная глотка» Затем он решил попробовать себя в роли спортивного репортера, так как он очень любил автогонки Клод основал небольшой журнал под названием «Автопоп», но когда в 70-х годах случился энергетический кризис, его журнал разорился Так как правительство в целях экономии наложило запрет на проведение автогонок Затем он появился в программе французского телевидения «Большая арена» Во время интервью он рассказал, что однажды шел по парку Овернь в Волкану и встретил существ, называвших себя элохимами Ростом они были примерно метр двадцать, элохимы вошли с ним в контакт, чтобы передать землянам сообщение В 1973 году я работал журналистом во французском автожурнале Когда я гулял по парку Овернь в Волкана, увидел, как недалеко от меня приземлился космический корабль Из него вышло маленькое существо и передало мне сообщение Об этом вы можете прочитать в книге «Истинное лицо Бога», которое продается в любом книжном магазине Квебека Смысл этого сообщения состоял в следующем Очень давно, когда на Земле еще не было жизни, эти пришельцы пришли на нашу планету и создали здесь жизнь После того, как люди увидели Клода по телевидению, они стали обращаться к нему Так и началось это движение Насколько мы знаем, по началу Клод Овернь считал себя обычным парнем, который должен передать землянам сообщение пришельцев Но со временем слава и всеобщее внимание вскружили ему голову К тому же это было время всеобщего разочарования, не было идейных лидеров В 70-х годах просветало либеральное движение, ратующее за сексуальную свободу Мир и любовь – вот чаяние людей того времени Сегодня же мы живем в совсем другое время Возлюбленный пророк в костюме космонавта, пропавший нафталином, совсем не похож на образ того Клода Овериона, который вызывал восхищение людей в 70-х годах История Клода Овериона – яркий пример, как обычный человек превращается в глазах людей в гуру Он становился все богаче и богаче Можно ли верить тому, что он рассказывал о своем контакте? Скажу одно, его рассказ полон противоречий Например, мы запросили описание погодных условий в тот день, когда он якобы встретил инопланетян Оно абсолютно не совпадало с тем, что он рассказывал В одном из радиоинтервью на станции М6 Ролан Шевалье, старый приятель Овериона, рассказал, как однажды, когда они обедали вместе, Клод сказал ему «Я ведь все это выумал, вряд ли для тебя это является новостью, ты же меня знаешь» Согласно Шевалье, несмотря на это, люди поверили в Овериону Он оказался в центре внимания, и его социальное положение заметно изменилось Жак Шанцель описал Клода Вориона, как обычного человека среднего класса, который носит очки Уже в 70-х годах Клод выглядел гораздо ярче и свободнее Все идеи Клода Вориона основываются на теории древних астронавтов Посмотрите на обложки первых книг, написанных Роэлем Вы непременно заметите, что они очень напоминают книги Робера Лафона Те же желтые буквы на черном фоне, а прочитав книги Клода Вориона, вы сразу же поймете, что по сути они являются явным благиатом Что касается его встречи с олахимами, это слово в переводе с древнееврейского значит пришельцы Об этом писал еще Джин Сэнди в своей книге «Луна. Прибежище Бога» Что интересно, когда об этих фактах рассказываешь члену его секты, они говорят, что это можно просто объяснить Другие люди видели истину до Вориона, и это его ничуть не компрометирует Но если копнуть глубже, в его теории не найдешь ни одной собственной идеи Например, форма летающей тарелки явно позаимствована у Адамски Разница лишь в том, что Адамски ее описывал словесно, а Клод Ворион нарисовал Кроме того, Клод даже использовал символ звезды Давида со свастикой в центре Адамски писал о нем еще в своей книге под названием «Внутри летающих тарелок» Все, о чем говорил Клод Ворион, уже было сказано до него Он просто представляет все немного в ином свете, значительно упрощая Если вы знакомы с книгами других авторов, то литературное творчество Вориона для вас предстанет не лучшим образчиком научно-популярной фантастики Это чистой воды плагиат Он заимствует не только чужие идеи, но и даты Садамски он записал не только образ летающей тарелки, но и день своего контакта с инкланетянами 13 декабря Во Франции общество нетерпимо относится к подобным сектам Со времен трагедии в Ордене Храма Солнца была объявлена охота на ведьм Но не стоит сравнивать все секты и религиозное меньшинство с такими экстремистскими организациями, как Орден Храма Солнца или Небесные Врата В действительности, немногие религиозные группы представляют серьезную опасность для их приверженцев Движение эроэлитов, основанное Клодом Ворионом, внушает некоторое беспокойство, поскольку оно существует вне общества Но это всего лишь секта Похоже, люди начинают думать, что движение эроэлитов – это новая религия, что мы являемся сектой и верим в Бога Но это не так Насколько я помню, в газетах неверное истолковариваемое заявление Мы не являемся сектой, скорее нас можно назвать антисектой Мы не верим в Бога, мы верим в пришельцев, в таких же существ, как и мы с вами Разница лишь в том, что их технологии развиты гораздо лучше наших При знакомстве с ними у нас может произойти что-то вроде культурного шока Помните эпизод в фильме «Наверное, боги сошли с ума», в котором на землю падает пустая бутылка из-под Кока-Колы? А Бушмен решил, что ее послали боги Бога нет, и души не существует Разве нас можно назвать сектой? Еще раз повторяю, что наша религия, как вы ее называете, религией не является, скорее, это наука Отделение церкви от государства привело к тому, что уровень духовности нашего общества снизился Теперь место религии занимает наука Религия становится более светской, а наука более духовной Благодаря науке в нашу жизнь приходит технологический прогресс В 50-х годах люди были склонны идеализировать технологии Даже сегодня мы не представляем своей жизни без них Возьмите, к примеру, компьютеры Если я хочу быть полноценным членом общества, у меня непременно должен быть ноутбук и сотовый телефон Создается впечатление, что мы отождествляем себя с технологиями Мы живем в обществе, в котором нас повсюду окружают технологические новшества То же самое происходит и с религией Мы должны понять, что благодаря развитию технологии и науки через 20 лет мир изменится до неузнаваемости Поверьте, он станет совсем другим Люди думают, что эволюция происходит постепенно и глобальные изменения нас ждут в далеком будущем, но это не так И знаете почему? Все дело в компьютерах Именно об этом я написал в своей книге Компьютеры каждые полгода становятся в два раза мощнее Иными словами, за последние 20 лет мы совершили больше открытий, чем человечество за всю свою историю Через 10 лет их будет гораздо больше, чем совершено на данный момент И со временем плотность открытий на количество времени будет только увеличиваться Если все это посчитать, то мы будем знать о Вселенной к 2020-2025 годам К тому времени мы будем открывать за месяц больше, чем было открыто за всю историю человечества А дальше, за две недели, за неделю, за день А в результате мы превратимся в транс-человечество и сможем открывать основные принципы мироздания буквально за минуту Но это дело будущего, хотя основные знания о Вселенной мы будем знать к 2020-2025 годам Пришельцы – это боги, которые нас создали Используя библейскую модель, мы можем заменить бог на слово инопланетяне А все действия бога достижениями науки и техники Такими как лазерные лучи, клоны, выведенные в лаборатории и так далее Элохимы говорили в своем послании о клонировании, как о способе воспроизводства Поначалу наши последователи неохотно принимали параллели между библией и инопланетянами Но когда с молодыми людьми начинаешь говорить о науке, они приходят в восторг Существует огромная разница между учеными старшего и молодого поколения Ученые старшего поколения не принимают ничего нового Это естественно, они консервативны в силу своего возраста А молодые люди относятся к новой информации с энтузиазмом Наша миссия была основана 27 лет назад Мы только за технический прогресс Я даже написал книгу «Да, человеческому клонированию» Мы ратуем не только за клонирование, но и за генную инженерию Мы не против генетически модифицированных растений Если передо мной поставить две чашки с клубникой, в одной из которых лежат обычные ягоды, а в другой – генетически модифицированные, я выберу именно вторую Генетически модифицированные продукты содержат гораздо меньше пестицидов Да, в них содержатся генетически модифицированные гены, но наша пищеварительная система без труда с ними справляется Подобные продукты не представляют угрозы человеческому телу Так называемые нормальные растения только загрязняют наш организм Именно эти растения опыляют химическими удобрениями и пестицидами Генетически модифицированные продукты помогают защитить окружающую среду Осуждения всего нового и современного считаются политически корректным Но подобная реклама натуральных продуктов не делает чести тем, кто их рекламирует Мы же поддерживаем все новое без исключения Играйте в игры, в которые стоит играть Идите и играйте Черпайте наслаждение в других источниках Найдите что-то новое, что принесет вам удовольствие Играйте в игру жизни Играйте вместе с нами Через 20 лет на Земле будут жить тысячи абсолютно здоровых клонированных детей Вот увидите, через 20 лет, даже если я сам не доживу до этого времени Вы встретите моих преемников И все будут говорить, не могу поверить в то, что раньше Так критиковали Раэля Как только по миру пролетела новость о том, что ученые клонировали овечку Долли Раэль сразу же сообщил, что собирается организовать кампанию по клонированию человека Не знаю, читали ли вы его книгу «Да, человеческому клонированию», которую он написал буквально через пару лет после этого Раэль говорит, что сделал это заявление, чтобы привлечь к этой проблеме внимание общество По сути, клоноид был всего лишь уловкой, чтобы поднять шумиху и привлечь к себе внимание общественности Все эти годы это заявление так и оставалось пустыми словами Раэль говорил, что все время работает над этой проблемой, что скорее его сторонники клонируют человека Может быть, это произойдет в течение года Затем он заявил, что они строят лабораторию и работают над созданием клона Средство для этого выделил Марк Хант, пожелавший остаться неизвестным, поскольку являлся юристом и политиком Он хотел клонировать своего ребенка, который умер в юном возрасте Он попросил Раэлитов подтвердить, можно ли использовать ДНК у ребенка для создания клона Затем он сообщил газете «Чарльстон», что они не смогли сделать даже этого Этот проект обошелся Марку в 250 тысяч долларов За клонирование ребенка мы просим с родителей 200 тысяч долларов В конце концов, речь ведь идет не о цене презерватива Как я уже говорил, Ролан Шевалье публично заявил, что сам Раэль признался в том, что выдумал всю эту историю Об этом узнала и его дочь И эта новость ее весьма огорчила В результате ее отлучили от движения Раэлитов и отменили программу ее клонирования Все члены движения включены в программу клонирования на планете Элахимов Раэлиты не верят в то, что у человека есть душа Без клонирования человек не сможет возродиться, он полностью прекратит свое существование Раэль исключил из движения свою собственную дочь и отменил программу ее клонирования Интересно, что же такого она сделала? Бывшие члены движения говорили, что она говорила всем, что ее отец все это выдумал Ее зовут Аврора Ворион Несмотря на семейные проблемы, которые возникли у Вориона из-за пропаганды идеи реализма, он продолжал распространять свое учение в Куэбеке Многие находят его идеи впечатляющими Эксперты считают, что в основном его теории вполне безобидны Если рассматривать подобные группы в целом, можно сказать, что их появление является следствием изменений в нашем обществе, особенно в области, касающейся религии Движение раэлитов отражает изменения, происходящие в Европе и Северной Америке, особенно в отношении католической церкви Я считаю, что новые религии, в частности движение раэлитов, являются явным признаком этих социальных перемен Каковы главные принципы нашего общества? Свобода и демократия Думаю, возникновение подобных групп – это позитивное явление Значит, мы живем в таком обществе, где не преследуется существование альтернативных концепций Хотя новые взгляды нередко кажутся нам весьма странными Если рассматривать новые группы с этой точки зрения, то не следует считать их опасным явлением Они служат своего рода показателем того, что в нашем мире существует демократия Что меня беспокоит, так это то, когда группа начинает возвеличивать своего лидера, и он теряет связь с реальным миром Он может возомнить, что ему все позволено, он может говорить все, что ему взбредет в голову, а люди в это верят Я читал его книги и все время думал, в это невозможно поверить, он милит всякую чепуху, да он и сам знает об этом Возникает ощущение, что он как бы испытывает своих последователей, сознательно играя на грани возможного Но проблема в том, что он уже не может остановиться Со временем ситуация усугубляется Опасность заключается в том, что постепенно возвысившийся человек теряет способность отличать истину от лжи В конце концов, он даже может сам поверить в ту ерунду, которую сам же и насочинял Именно это произошло с лидером церкви саентологии, Роном Хаббардом, который на смертном одре уверовал во все сказки, которыми он кормил своих послушников Вот в чем опасность 6 октября 1994 года в Моренхайце, провинции Квебек, произошла страшная трагедия Об этом событии писали все газеты Сюжеты о трагедии показывали на всех телеканалах Канады Полицейские обнаружили останки двух тел в сгоревшем доме Вероятно, эти люди покончили жизнь самоубийством Через несколько часов стало известно, что было обнаружено еще три тела Все жертвы были членами секты Ордена Храма Солнца Как оказалось, некоторые из них не покончили жизнь самоубийством Их хладнокровно убили Жители Квебека еще не успели похоронить жертв этой трагедии, когда мир потрясла еще более ужасная новость На этот раз ужас поселился в сердцах европейцев В Чири и Гранж-Сюр-Саван, в дымящихся разваленных двух сгоревших домов, полиция обнаружила тело 48 жертв, которые также были членами Ордена Храма Солнца Всего погибло 53 человека, в том числе несколько детей Журналисты и полицейские Квебека и Швейцарии искали причины этой трагедии Тогда мир узнал об учении проповедовавшимся в Храме Солнца В газетах были названы имена руководителей секты Духовным лидером был Жо Ди Мамбро А Люк Журе привлекал в секту новых членов, используя свое вояние Франсуа Бурбо у Фрак из Квебека вспоминает, как он впервые увидел Люка Журе Я познакомился с Люком Журе в 1985 году, это был его первый визит в Квебек Он дал мне краткое интервью, оно длилось не больше 20 минут В следующий раз я увидел его осенью 1989 года, когда он приехал в Квебек на трехчасовую конференцию Именно тогда я увидел настоящего Люка Журе Его волосы были длиннее, чем раньше, он вел себя как плейбой, строил глазки женщинам, у него даже поменялась речь На публике он не говорил об инопланетянах, о пришельцах он рассказывал мне в приватной беседе Но я узнал, что у его истории была теневая сторона Мои коллеги, которые писали о Люке в журнале «Альтрег», обнаружили, что Лю Журе работал над проектом, который финансировала крупная инвестиционная корпорация в Торонто А именно аудиторская фирма «Кларксон Гордон» Они собирались построить гостиницу в Шавенигане Отель стоимостью в 13 миллионов долларов предусматривал в своем проекте посадочную площадку для летающих тарелок Полиция Квебека провела расследование и выяснила, что несколько членов компании «Гидро Квебек» относились к ордену Храма Солнца слишком благосклонно Вскоре в одной газете написали, что члены ордена Храма Солнца проникли в местное правительство Инспектор Жак Сент-Пьер лично участвовал в расследовании этого дела Он склонен объяснять проволошедшее несколько иначе Люк Журе провел ряд конференций Он обладал невероятной харизмой Некоторые компании приглашали его на лекции для своих сотрудников Среди них была и Гидро Квебек Он был настолько харизматичен, что некоторые люди, не задумываясь, верили во все, о чем он говорил Кто-то весьма религиозен, другие потеряли веру Им не о чем мечтать, у них нет в жизни цели Они достигли всего, о чем мечтали и надеются найти нечто, что даст возможность им вновь ощутить вкус жизни Наверное, именно этим можно объяснить некоторые случаи увлечения идеями Люка Журе По началу Орден Храма Солнца исповедовал верования и обряды, уходящие корнями во времена тамплиеров и средневекового рыцарства В них использовались не только легендарные символы, подобно экскалибру, но и современные обрядовые предметы Когда следователи спросили членов сектора о церемониях, которые проходили в стенах храма, некоторые из них признались, что наблюдали необычные явления, такие как появление властителей космоса Некоторые из подобных видений, или я бы назвал их иллюзиями, скорее всего были созданы с помощью классических приемов фокусников, а возможно и с помощью сложного голографического проектора Во время расследования я выяснил, что господин Дютуа, один из тех, кто погиб в Моренхайтс, был самоучкой Он бы не смог изготовить прибор, который проецирует голограммы Господин Дютуа погиб, потому что знал, что творилось вокруг него Он слишком много знал, и его пришлось убить Помимо средневековых ритуалов, символизирующих рыцарство, Орден Храма Солнца постепенно начинал вводить в свою практику элемент инопланетной реальности Духовные лидеры говорили членам секты, что когда придет время, члены храма получат эксклюзивное право переселиться на планету Сириус, где их ожидала лучшая жизнь Тот факт, что они ожидали конца света, не означает, что эти люди были опасны Христианство существует две тысячи лет, и оно тоже основано на вере в конец света У нас нет критериев, чтобы определить опасные последствия той или иной секты Как правило, мы узнаем о трагическом событии уже тогда, когда оно произошло Мы даже не подозревали, что рядом вершилось нечто ужасное Как в паровом котле это копилось постепенно, а потом раз, и взрыв Дни Жо Ди Мамбро были сочетаны Мы провели расследование и выяснили, что он был тяжело болен У него не было преемника, достойного занять его место в Храме Солнца после смерти Возможно, именно поэтому Жо Ди Мамбро решил, что время пришло для полета на Сириус О Храме Солнца на Земле заботиться было некому Даже если мы попытаемся понять, что происходило в воспаленном разуме Жо Ди Мамбро Когда он объявил о том, что пришло время отправиться на Сириус Нам будет сложно объяснить, почему он не остановился на добровольцах, решивших присоединиться к нему Почему он решил еще и убить некоторых членов Храма Солнца Думаю, я могу это объяснить В учении Ордена Храма Солнца присутствовала важная идея Когда-нибудь члены Ордена должны быть перенесены на Сириус Но они не могут совершить самоубийство Суицид не принимался Храмом Единственная возможность переместиться на Сириус – пройти сквозь огонь Среди жертв были люди, которые искренне верили в это учение Но между верой и действием, которое она требует, есть огромная разница Некоторые члены секты верили в учение, верили, что когда-нибудь они окажутся на Сириусе Но они наверняка думали, что отправиться туда вовсе не тогда, когда им прикажет Джо Ди Мамбро Члены Ордена верили в нумерологию, она играла важную роль в их учении Поэтому на Сириус должно было отправиться определенное количество жертв Поскольку добровольцев оказалось меньше, чем следовало, духовные лидеры секты пришли к выводу, что им придется убить недостающее количество членов Ордена, чтобы покрыть их вовремя Эту разницу в цифрах Если вы спросите меня, что надеялись получить духовные лидеры Ордена Хромосонцы от членов секты Ответ прост Они стремились к тому же, что жаждет получить гуру любой секты Их интересовали деньги и власть С момента трагедии в Ордене Хромосонца и два минуло четыре года, как в заголовки газет попали новые космические провинции, на этот раз из Калифорнии Духовного лидера новой секты звали Маршал Херф Эппл Уайт В 1972 году, пройдя курс лечения в психиатрической клинике в Хьюстоне, Эппл Уайт в компании с медсестрой по имени Бонни Лу Неттлс отправился в духовную Одиссею, основанную на их минимум контакте с пришельцами Эппл Уайт и Неттлс окрестили сладкой парочкой Для привлечения страждущих они использовали цитаты из Библии Особенно 3 стих из 11 главы из Откровения святого Иоанна Богослова Который гласит «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище» Естественно, Святое Писание под двумя свидетелями имело в виду никого иного, как наших космических гуру Эппл Уайт и Неттлс, которые стали называть себя Бо и Пип Войдя в телепатический контакт с дружественными инопонятянами, эти гуру узнали о том, что злые пришельцы собираются уничтожить человеческую расу Космические провидцы поручили парочки собрать группу избранных, которым предстояло покинуть Землю и оказаться в безопасном месте Весной 1997 года уфологи обратили внимание на странное свечение на хвосте комедии «Хейл Боб» Маршал Эппл Уайт, который после смерти Неттлс в 1985 году изменил название своей группы на небесные врата, выразил свою уверенность в том, что это свечение являлось знаком с корабля, который приближался к Земле, чтобы увезти его учеников в безопасное место Он не обращал никакого внимания на мнение профессиональных астрономов Небесные врата были закрытой сектой Если ее члены общались с окружающим миром, то только посредством интернета У нескольких членов группы были собственные сайты, но в целом эта секта была замкнутой Возможно, это и стало следствием трагических событий в Калифорнии Записав на видеокамеру прощальное послание друзьям и близким, 21 женщина и 18 мужчин, состоявших в секте Небесные врата, выпили смертельную смесь из алкоголя с лекарствами Секта Небесные врата верила в инопланетян Существование группы закончилось этой жуткой трагедией, коллективным самоубийством 35 человек Но проводить параллели с движением рейлитов, которые также верили в пришельцев, я бы не стал В их учении хватало своих странностей, но они не были столь категоричны и жестки Мы за Евгенику Генеократия — это правление гениев, интеллектуальной элиты Лидер должен быть не просто гением, он должен быть совершенен генетически Если вы не будете генетически совершенны, то наши создатели, Элакимы, не захотят иметь с вами дело Крошечные роботы столь малы, что в капле воды их поместится до миллиарда Вы можете себе представить, что у Раэля мог бы быть преемник, принимающий всерьез всю эту ерунду Трагедия, произошедшая в Ордене Храма Солнца и в Небесных вратах, заставляет задуматься, не следует ли правительству принимать более серьезные меры по предотвращению возможных смертей среди членов секты Можем ли мы предугадать, что сектанты потеряют рассудок настолько, что сознательно решат покончить с жизнью? Непростой вопрос Если бы это было возможно, полицейские могли бы вовремя предотвратить подобные трагедии Я живу в демократическом обществе и верю в то, что моя свобода возможна только в том случае, если я буду уважать свободу других Обсуждая действия сект, подобным Ордену Храма Солнца, не стоит забывать одну простую вещь Полиция Квебека проводит расследование только в том случае, если было совершено преступление Нет преступления, нет оснований для расследования Изучать возможные мотивы действий членов разных сект? На это у полиции нет времени Вполне вероятно, группы, подобные Ордену Храма Солнца существуют Но полиция Квебека в их деятельность не вмешивается, пока не произойдет преступление Лично я предпочитаю жить в обществе, которое терпимо относится к верованиям и убеждениям людей Я бы не хотел жить во Франции, где идет охота на ведьм Жаль, что люди считают, что в нашей стране идет охота на ведьм Я являюсь добровольным членом ассоциации, и моя цель заключается не в этом Мы скорее занимаемся предупреждением печальных последствий действия сект Французские законодатели не собирались устраивать облаву на инакомыслящих Франция демократическая, светская страна Очень важно отделять дела духовные от дел мирских Отделять дела духовные от дел мирских Разве человеку, задумывающемуся о смысле жизни, не повестит, когда ему скажут, что он является одним из немногих избранных? Разве не будет для него честью общаться с правительствами, которые являются Сократами, Мономелизмами и самим Иисусом в новом воплощении? Если эти космические гуру приглашают нас совершить космическое путешествие В недоступный рай, сможем ли мы отказаться от столь заманчивого предложения? Как отличить дела духовные от дел мирских? Как распознать самозванца в лечении космического провидца? Мы живем в 21 веке, но количество заявлений о контактах с инопланетянами отнюдь не уменьшается Все больше духовных лидеров сект рассказывают своей пастве о том, что вступили в контакт с пришельцами Невольно вспоминаешь цитату из работы Виктора Сточковски, который написал большой исследовательский труд о гостях из других миров, который назывался «Люди, боги и пришельцы» Нам зачастую не нравится мир, в котором мы живем Порой реальность слишком сложна, скучна и иногда слишком жестока Не стоит свято верить в то, что за пределами нашей реальности находится волшебный рай, лучшая жизнь, в которую мы попадем, пожертвовав своей жизнью здесь и сейчас Нередко лидером группы является необычайный, представительный и харизматичный человек Невольно начинаешь думать «И почему я не слышал о нем раньше?» Узнав о фантастических идеях, которые проповедует та или иная секта, вам кажется, это слишком заманчиво, чтобы быть правдой Так оно и есть. Не забывайте о здравом смысле У великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина есть такие строки Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман Если бы Пушкин жил в 20 веке, он наверняка заинтересовался бы литературой на тему неопознанных летающих объектов В нашем странном мире, где вера порой значит больше, нежели факты, найдется немало мошенников, спекулирующих на нашей жажде познать загадочные явления Субтитры создавал DimaTorzok НЛО Факты и фальсификации Научный взгляд на таинственный феномен НЛО Попытка разобраться в необъяснимых на сегодняшний день явлениях С начала 50-х годов среди американских уфологов ходило немало слухов о том, что одна или несколько летающих тарелок разбились в одной из американских пустынь То ли в Аризоне, то ли в Нью-Мексико, то ли в Юте Более того, по свидетельствам очевидцев, военные не только собрали обломки инопланетных судов, но и захватили в плен несколько пришельцев Отсутствие комментариев со стороны военных еще больше подливало масла в огонь Всех волновало одно, действительно ли это правда, что земляне захватили в плен инопланетян Эти слухи основывались на информации, полученной из разных источников Свою версию излагал и Тимоти Гуд в книге «Сверхсекретная информация» В своей книге я рассказал об истории польских биофизиков, которые совместно с группой французских, английских, итальянских ученых получили доступ в стены закрытого исследовательского центра JPL в Посадене, штат Калифорния Там их провели на третий подземный этаж, где в условиях строжайшей секретности показали останки инопланетного существа Это были фрагменты черепа и останки кожного покрова Это существо было обнаружено в Мексике в 1947 году Ученым не сообщили, при каких обстоятельствах оно было найдено Но, естественно, в своей дальнейшей работе польские биофизики использовали полученную информацию Теперь они могли достоверно рассуждать о том, что представляют из себя инопланетные существа Однако, несмотря на информацию, привезенную Тимоти Гудом, это были неподтвержденные факты, которые не являлись для скептиков вескими основаниями реальности случившегося Для них это были просто пустые слова Но в самый разгар ожесточенных споров случилось нечто непредвиденное В начале 90-х годов кинодистрибьютор Рэймонд Сантили из Лондона заявил, что имеют в своем распоряжении архивные кадры, которые могут потрясти мир не хуже атомной бомбы Это событие заинтересовало не только уфологов, но и рядовых граждан Отдельные кадры были показаны в 90-х годах, и об этом заговорили все Сантили утверждал, что он приобрел этот фильм у какого-то американца Тот лично снимал эти кадры в 40-х годах Это была запись вскрытия тела захваченного военными инопланетного существа Отчетливо видно, как лаборанты убирают один за другим его глазные веки, исследуют остальные части тела У тех, кто видел эти кадры, возникал единственный вопрос Действительно ли это реальная съемка вскрытия тела инопланетянина, или это подделка? Разумеется, это могла быть и фальсификация, и просто ошибка, да, все что угодно Как сказал Джон Спенсер, появление фильма под названием «Вскрытие инопланетянина» Стало причиной серьезных дебатов среди уфологов, которые желали убедиться в подлинности съемки Устные свидетельства очевидцев уже не брались в расчет Все вдруг вспомнили о старой народной мудрости Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Начиная с 50-х годов на страницах газет стали появляться невероятные фотографии На одной из них был изображен погибший инопланетянин за пультом управления своего космического корабля Его прозвали «Синьором Помидором» из-за идеальной округлой формы головы При тщательном изучении этой фотографии неподалеку от останков сожженного тела можно было увидеть очки Что доказывало, что в действительности это было тело человека В 1982 году американский уфолог Леонард Стрингфилд выпустил книгу под названием «Крушение и поиски НЛО» В которой он описывал исключительно неправдоподобные истории падения летающих тарелок На 47-й странице был представлен снимок якобы руки инопланетянина, найденной в Южной Флориде До того, как попасть в руки профессионального фотографа, эта знаменитая фотография была опубликована в нескольких журналах, посвященных изучению НЛО Марк Пеллоукуин из Массачусетса 8 лет проработал фотографом в Гарвардском университете нейробиологии Когда я впервые увидел этот снимок, первое, на что обратил внимание, фотография была очень плохого качества Скорее всего, это была просто очень плохая копия, вероятно, из какого-нибудь старинного музейного каталога Освещение на снимке было просто ужасное Забавно, но в то же время я впервые посетил выставку Музея Пибоди при Гарвардском университете Там были представлены знаменитые фантастические экспонаты Питти Барнума В частности, любопытный экземпляр под названием «Наяда из Филиппин» Тело рыбы, голова обезьяны и очень странные руки Потом я вспомнил, что они мне напомнили Тот самый снимок предполагаемой руки инопланетянина Я отправил эту фотографию на экспертизу к уважаемым мною специалистам И мои подозрения подтвердились Снимок руки инопланетянина оказался подделкой Осенью 1990 года газеты опубликовали очередной снимок Утверждая, что на нем изображен один из инопланетян, которых обнаружили в Розвелле Якобы эта фотография была найдена в архиве умершего доктора Феликса Зигела Таинственного русского уфолога Несколько месяцев спустя в газетах появился еще один снимок на ту же тему Он был заметно лучшим качеством и стал причиной очередной дискуссии среди уфологов Что это было? Утечка информации из секретных документов в военно-воздушных сил Или просто розыгрыш желтой прессы? Хотя происхождение первой фотографии установить так и не удалось Со второй все было гораздо проще Американский уфолог Джим Мелесиук опубликовал статью в журнале «Арбитр» В которой поведал, что приобрел этот снимок у канадского журналиста Кристиана Пейджа Гуманоид, поразивший воображение доверчивых читателей, оказался обычной восковой фигурой С передвижной выставки начала 80-х годов под названием «Павильон странностей» Часть экспонатов которой перекочевала в эту коллекцию с экспозицией 1967 года «Человек и его мир» В феврале 1990 года, за несколько лет до истории с фильмом «Скрытие инопланетянина» Реймонда Сантигли, который утверждал, что он был снят представителями американских ВВС На следующий день после крушения летающей тарелки в пустыне Розвелл Американские и канадские уфологи стали получать по почте необычные документы В них анонимный автор заявлял, что 4 ноября 1989 года летающий объект неизвестного происхождения Совершил вынужденную посадку на болоте неподалеку от города Керп, штат Онтарио Как только он приземлился, его расстреляли с трех военных вертолетов, которые были посланы секретными службами США и Канады Затем, вооружившись малоизвестным нервно-паралитическим газом «Виксан», группа военных поднялась на борт летающей тарелки Ответного огня не последовало Они добрались до пульта управления корабля, где обнаружили тела трех существ, внешне напоминающих крупных рептилий Под предлогом ремонтных работ рядом с болотом, ночью военные тайно перевезли НЛО на секретную базу в Канаде Что же касается обнаруженных существ, предположительно, они были в строгой секретности переправлены в Университет Оттаве, где специалисты ФБР провели вскрытие тел Эта невероятная история сопровождалась топографической картой района, а также фотографией одного из захваченных существ Фантастическая история потрясла воображение местного уфолога Грэма Лайтфута Он решил отправиться на место происшествия, чтобы осмотреть все своими собственными глазами Я специально отправился туда в субботу, чтобы застать дома возможных очевидцев этого события Я поговорил с несколькими местными жителями, которые жили в непосредственной близости от места происшествия Меня интересовало, не видели ли они чего-то необычного над болотами Я был в абсолютной растерянности, поскольку никто ничего не заметил Но затем мне пришла в голову идея порасспрашивать жителей с другой стороны дороги В итоге я нашел двоих людей, которые утверждали, что что-то видели По словам одной женщины, она видела над болотами очень яркий свет И даже точно указала относительно своего дома, откуда он шел Еще одна женщина помоложе Также подтвердила, что видела прямо над болотом за своим домом непонятный яркий свет Она обратила внимание, что этот свет очень беспокоил собак Он заливал весь дом, просачиваясь сквозь окна Разумеется, им и в голову не приходилось, что было источником яркого свечения Не знал этого и я Впоследствии мы получили информацию о крушении инопланетного корабля прямо над болотом И о том, что военные прямо по болоту проложили дорогу для своей техники Вот здесь и начинаются проблемы Может, кто-то и видел некий свет, но нормальных дорог в этой местности, тем более на болоте, как не было, так и нет Постепенно эта история стала забываться Но очередное послание от анонима снова всколыхнуло к ней интерес местных уфологов Спустя год после первого письма, они получили еще одно, подписанное псевдонимом «Хранитель» Автор утверждал, что является одним из хранителей тайны Святого Грааля Он разослал новую историю и несколько любопытных подсказок Кроме того, на этот раз послание сопровождало видеокассета с кадрами НЛО, которые заснял «Хранитель» Грэм Лайтфуд расскажет нам, что было на этой кассете Это была обычная ВХС-кассета На этикетке было имя автора, «Хранитель» и отпечаток пальца Естественно, это очень заинтриговало Свое настоящее имя автор предпочел сохранить в тайне Все документы, которые прилагались к кассете, также были подписаны «Хранителем» Это была своего рода его переписка с разными людьми Где-то просто письма, где-то документы К некоторым прилагались игральные карты с загадочными надписями и рисунками Ничего не значащие слова и буквы Ну и все в таком духе Кому может прийти в голову, писать всю эту глиматью и отправлять ее разным людям? Все это было похоже на дурацкую игру Единственная внятная вещь в письме – это карта района, где, вероятно, произошло крушение инопланетного корабля Видеозапись хранителя начинается с ярких вспышек огней Четыре источника света в полной темноте Огни имеют заметный красный оттенок Рядом с ними находится неподвижный объект странного вида Он освещен снизу очень ярким источником света Сверху объекта заметно яркое пульсирующее пятно По некоторым признакам очевидно, что в момент съемки оператор держал камеру на плече и шел по направлению к увиденному объекту Грэм вернулся в Карп, полагая, что все это не более чем розыгрыш Вместе с ним решили на болото отправиться несколько канадских и американских уфологов Позже Грэм поймет, почему его новые друзья были столь любезны с ним Ко мне обратился один американский эксперт Мы встретились уже на месте, нас было 12 или даже 14 человек Я думал, что мы разделимся на группы и пройдем по поселку, чтобы еще раз опросить местное население, видели ли они что-либо необычное ночью 18 августа прошлого года Но мы поступили иначе, что мне показалось немного странным Мы сразу же отправились на место происшествия Это был путь не из легких, многие сразу устали от жары, долгого перехода и надоедливой мошкары В итоге большинством голосов решили, что лучше вернуться в Карп, поближе к цивилизации и поужинать Но Боб Экслер и еще один уфолог заявили, что они не намерены останавливаться на полпути Они все равно найдут место приземления летающей тарелки Через некоторое время после того, как мы расстались, они нагнали нас и сообщили, что вроде как нашли это самое место Стоит сказать, что остальные не слишком доверяли методам работы Экслера Он всегда заранее знал ответы на все вопросы И надо же, за пять минут нашел место приземления летающей тарелки А мы-то дураки столько времени не могли его найти Поэтому никто не изъявил желание вернуться на болото, все решили разъехаться по домам Но не я Мне действительно было интересно, что же он там нашел Я решил на следующий день отправиться с ним обратно на болото Может мы действительно найдем разгадку этой тайны Раз уж нами великий американский эксперт, грех терять такую возможность Словом, на следующий день мы с Экслером снова пустились в странствие по болотам Разумеется, ничего не нашли К концу дня мне удалось убедить его, что все поиски бесполезны Для начала стоит хотя бы опросить местных жителей Я рассказал ему о женщине, которая видела свет над болотами Мы отправились к ней и поговорили Она сказала, что видела воздушный корабль, повторив это слово несколько раз Сначала ей показалось, что на болоте горит трава Однако ее смутил странный неподвижный вид этого огня А потом она увидела приземление инопланетного корабля Именно этот момент запечатлен на пленке неизвестного хранителя На видеокассете корабль не двигается, он уже приземлился Женщина же застала момент приземления Она подробно рассказала, как двигался корабль Как от него исходили зигзагообразные огни и искры Через три минуты корабль поднялся в воздух и исчез В то же мгновение огни потухли Ну что же, это всего на всего история, и она может быть придуманной Но странно то, что ее рассказ полностью соответствовал полученной нами кассете Эта женщина вряд ли знала про ее существование Как нельзя было ей поверить? Грэм Лайтфуд со своими коллегами исследовал место происшествия Он и не подозревал, что все это время за ними наблюдала еще одна организация Которая не меньше их заинтересовалась личностью загадочного хранителя Этот подозрительный тип, судя по всему, подделывал документы И пытался выдать их за официальные отчеты Службы национальной безопасности Национальная полиция решила провести собственное расследование Как полиция, так и Грэм Лайтфуд пришли к одному и тому же выводу Хранитель был обыкновенным шарлатаном Согласно заключению полиции, запечатленный на пленке летающий объект В действительности является вертолетом Сикорски, снятым в темноте Грэм подозревал, что хранителем является один из наиболее известных в то время уфологов Мне кажется, я знаю, кто скрывался за этим псевдонимом Его прекрасно знают все, кто когда-либо интересовался НЛО за последние 40 лет Естественно, сам он никогда не говорил о своей причастности к той кассете Но догадывался, что я знаю, чьих это рук дело Я пытался с ним встретиться, неоднократно приезжал к нему домой, но он ни разу не открыл двери Думаю, вся эта история была для него некой игрой, своего рода развлечением Ну что же, судя по кассете, он даже пошутить любил с серьезным выражением лица Загадка Кэрпа разрешилась довольно просто Но существовали и другие более запутанные мистификации К примеру, знаменитое дело УММО Эта история полна тайн, и многие до сих пор сомневаются в том, действительно ли это был розыгрыш Один из наиболее истовых защитников дела УММО Профессор Жан-Пьер Петти, астрофизик, возглавляющий Французский национальный центр научных исследований В 1990 году Петти, в буквальном смысле слова, вверг своих научных коллег в шок Заявив, что значительная часть его работ была подсказана ему умитами Приславшими отпечатанные на машинке идеи, как правило, на испанском языке Эти письма содержали странные слова так называемого инопланетного происхождения И были подписаны посланниками планеты УММО Интересно, как мы распоряжаемся своей жизнью Возможно, я единственный человек, который по-настоящему интересуется проблемами НЛО Я опубликовал свои научные статьи в специализированных журналах Писал о механике жидкостей, об ионизированных газах, о космологии и геометрии Мне удалось собрать материалы весьма высокого качества То, что сегодня публикуется в уфологических журналах, абсолютная чушь Я серьезно заявляю, что в моей научной работе мне помогли письма УММО Ученый Жан Полиен также заинтересовался посланиями УММО Он разделял мнение, что в этих письмах содержится информация внеземного происхождения Польен тщательно изучил сообщения у митов и их терминологию В конце концов, ученый пришел к выводу, что эти письма не могли быть подделкой Польен опубликовал книгу под названием УММО «Настоящие инопланетяне» В которой изложил свои умозаключения по этому поводу Когда я начал работать с этими письмами, я еще не был в курсе тех теорий, которые их окружают Я работал с транскрипцией Жан Пьера Петти Но мне хотелось самому познать этот язык Я углубился в изучение оригинальных документов Умитские письма не просто читать, важная информация в них скрыта между строк Чтобы уловить ее, необходимо сопоставить разные документы А это занимает очень много времени Приходится тщательно изучать каждый документ, затем сравнивать их друг с другом Эти послания были доступны для всех Их копии находились в руках разного рода уфологов Даже были посланы во Французский национальный центр космических исследований Но меня удивило, что практически никто не воспринял их всерьез Почему все боятся признать очевидное? Люди привыкли следовать по проторенным дорогам Умитские послания рассчитаны не столько на ученую публику и тех, кто занимается изучением НЛО Сколько на высокоинтеллектуальных людей У меня есть друзья математики Стоило им взглянуть на эти материалы, как они немедленно заинтересовались этой интеллектуальной игрой Посмотрите на работу Пальена Она создана не для любителей, это высший класс Она потребовала тысячи часов работы О ней нельзя судить с первого взгляда У большинства читателей просто не хватит знаний, чтобы составить свое мнение об этой работе Чтобы осознать масштаб и понять, в чем состоит сложность тайны УМО Отправимся в Мадрид Туда, откуда и началась вся эта история в середине 60-х годов Ключевой фигурой в этой мистификации является испанец Фернандо Сесмо Он утверждал, что с 50-х годов неоднократно входил в контакт с инопланетянами с Венеры, Марса и других планет Солнечной системы Но вот на сцене появились Умиты Группа исследователей, которой принадлежал Сесмо под названием «Клуб счастливых китов», образовалась задолго до начала истории Суммо Сесмо интересовался инопланетянами и эзотерикой Чтобы послушать его лекции, люди стремились в одну из кофеин Мадрида, где на стене был изображен огромный улыбающийся кит 14 января 1966 года Сесмо впервые получил странный звонок по телефону Потом к нему стали приходить письма, подтверждавшие существование УМО В этих посланиях ему сообщили, что следующее приземление корабля Умитов состоится 6 февраля в Алуччи, три недели спустя после того, как пришло первое письмо Сесмо рассказывал на лекциях про приходившие к нему послания, только он не связанно излагал их содержание Видимо, подобное обращение с информацией не слишком понравилось Умитам, и они стали умышленно добавлять в письма большое количество сложной технической терминологии Сесмо был мечтателем, а не ученым, поэтому большую часть этой информации он просто не воспринимал Когда письма стали напоминать сложные уравнения, Сесмо стал терять к ним интерес Но люди с большим воодушевлением приходили, чтобы послушать о новых посланиях инопланетного разума Среди этой публики однажды оказался инженер Энрике Вилограсса и доктора Гир Они и еще несколько человек начали получать письма напрямую Постепенно они создали свое собственное объединение, названное как Мадридская группа Они отделились от клуба счастливых китов, членов которого больше интересовали эзотерические материи Например, планеты, где бабочки откладывают яйца, из которых впоследствии выводятся утята Вот что именно увлекало Сесмо, и через пару лет он потерял всякий интерес к посланиям Суммо В обмен на символическую сумму Сесмо отдал все принадлежащие ему умитские документы Фарилосу На почтовых конвертах Суммо изображена эмблема, напоминающая одну из букв кириллицы Это объяснялось тем, что умиты живут на Земле с 50-х годов Они являются разведывательной миссией, посланной из планеты в созвездие Девы Содержание их писем направлено на ускорение прогресса человечества Первые письма умитов были получены Фернандо Сесмо в 1966 году Несколько лет подряд он получал по несколько десятков писем в год Со временем умиты нашли других адресатов Испанцы, французы, англичане и даже американцы начали получать странные послания Последнее письмо от умитов было получено в 1995 году Мы признаем явления реальными, пока не доказано обратное Эти письма действительно существуют Я собираюсь доказать, что эти послания не могут быть чьим-либо розыгрышем Уж слишком много здесь всего намешано Да и само содержание писем свидетельствует об их подлинности Я в здравом уме и памяти утверждаю, что эти письма вне земного происхождения Этому заявлению есть неопровержимые доказательства В них содержится 1345 слов и более 400 выражений более или менее связанных между собой Это значит, что языковая система авторов имеет основу из 18 символов Это уже что-то Эти письма реальны В них содержится научная информация, которую мы только-только начинаем обрабатывать через интернет Говоря «мы», я имею в виду группу исследователей, которая была создана для анализа моей работы На сегодняшний день это более сотни человек со всех уголков мира, которые являются, как правило, студентами различных университетов Мартин Кастелло стала автором книги под названием «Звездная конспирация» Это глобальное исследование тайны УМО Мартина с изумлением обнаружила, что эта необычная история развивается под покровом тайны даже в студенческой среде Я работала научным корреспондентом в журнале «Фигаро» и отвечала за рубрику, посвященную новинкам науки Я работала над статьей об ученом по имени Жан-Пьер Люмине, который писал о черных дырах Чтобы с ним встретиться, я отправилась в Мэйдон Он был моим хорошим приятелем Как только интервью было закончено, я в шутку спросила его Жан-Пьер, ты слышал что-нибудь об УМО? Он схватил меня за плечо, вывел в коридор, где сказал Не стоит говорить об этом на каждом углу Разумеется, когда я был помоложе, ты изучал эти письма с другими исследователями Размышлял над формулами Я не могла поверить своим ушам Через неделю я делала новое интервью для «Фигаро» На этот раз я отправилась в Оксфорд или Кембридж, уже не помню Чтобы повстречаться со Стефаном Хоукином, у которого только что вышла новая книга Стефан Хоукин – талантливый физик, прикованный к инвалидному креслу, болезнью Геррига В конце нашей беседы я задала ему все тот же вопрос Вы что-нибудь слышали об УМО? В ответ он одним пальцем набрал на клавиатуре компьютера слово «Да» Я попросила его подробнее рассказать мне об этом Но он настолько категорично отказался, что мне ничего не оставалось, как с ним распрощаться В то время как одни исследователи чрезвычайно воодушевлены темой УМО Другие весьма скептически относятся к этой теме, считая ее виртуозно продуманным розыгрышем В целом эта история действительно содержит несколько подозрительных моментов Как, например, серия фотографий с изображением умитского межпланетного корабля В 1967 году умиты написали землянам, что скоро на нашей планете вновь приземлится один из кораблей 1 июня 1967 года некий летающий объект пересекал район Мадрида, Сан-Хосе де Вальдерас Странное совпадение Именно в этот момент там находились несколько фотографов Естественно, они не пропустили подобный случай Но как только эти фотографии были опубликованы в центральной мадридской газете Оба фотографа просто испарились в воздухе, как будто их никогда и не было По словам Жан-Жака Веласко, руководителя СЕПРА, французской службы по исследованию явлений, вызванных проникновением в атмосферу внешних объектов Это исследование начали еще его предшественники Время от времени эта история вновь обсуждается на страницах газет В действительности все очень просто Руководитель наших предшественников, исследовательской группы ЖПАН, Клод Пуэр, обнаружил, что несколько человек в Южной Франции постоянно получают по почте странные послания В этих письмах содержались фотографии необыкновенных явлений, замеченных в небе Клод Пьер проанализировал один из снимков Выяснилось, что фотография была ничем иным, как игрушечной моделью, подвешенной на нейлоновой нити Группа независимых ученых, которые занимаются анализом подобных фотографий, подтвердила выводы Пуэра Эксперты провели цифровую раскадровку снимков из Сан-Хосе, на которых была явно заметна нить, на которой был подвешен предполагаемый НЛО Еще одно противоречивое явление — та информация, которую сообщали у МИТа Согласно Жан-Пьеру Питти, необычайные факты, упомянутые в письмах, доказывают их внеземное происхождение Однако была ли информация, указанная в них, таким уж открытием? К примеру, профессор Питти заявил, что первое письмо от МИТа, которое пришло в 1962 году, содержало уникальную информацию о параллельных галактиках, которые, по убеждению большинства современных физиков, состоят из антиматерии Профессор Питти утверждал, что никто на Земле в те годы не мог предложить подобную идею Этот же аргумент он приводит и по поводу открытия магнитной гидродинамики Это движущая сила, которая образуется при перемещении объекта в плотной атмосфере, при этом он находится в своеобразном магнитном коконе Питти заявил, что для 1962 года это была абсолютная революционная идея Но главная неувязка заявлений Питти заключается в датах В действительности первые письма у МИТов относятся не к 1962, а к 1966 году Что же касается научной информации, она впервые появилась в письмах у МИТов только в конце 60-х годов Земные ученые начали дискуссию о параллельных галактиках уже в 1967 году Именно тогда с этой идеей выступил русский академик Андрей Сахаров То же самое можно сказать и о принципе магнитной гидродинамики В 1966 году дело у МО только начиналось А американская армия уже проводила успешные учения на подводных лодках, работающих на магнитной энергии Другими словами, несмотря на все уверения Жан-Пьера Питти, в письмах у МИТов не содержалось ничего революционного То, что Жан-Пьер Питти обнаружил в письмах у МИТов, научную информацию, не подлежит никакому сомнению Это действительно так Однако он немного запутался в датах, считая, что главное это найденная им информация В письмах действительно обсуждается магнитная гидродинамика Однако используются совершенно другие термины, нежели те, которые представил Жан По моему мнению, речь шла не о движущейся силе, а о новом источнике энергии Умитские письма заставляют работать интуицию тех, кто их читает В них много скрытой информации Необходимо было интуитивное мышление Жан-Пьера Питти, чтобы по кирпичикам собрать идеи, спрятанные за разрозненными фразами Все исследователи этого феномена действовали аналогично На мой взгляд, у МИТы не оставили никаких четких объяснений Жан-Пьер недооценил свой колоссальный вклад в разгадку этой тайны Благодаря силе своего воображения и высокому интеллекту Он предлагал по две-три версии значения каждого из этих посланий Это была тяжелейшая работа Письма у МИТов, в свою очередь, стимулировали его воображение Все идеи, к которым он пришел, не выражались в посланиях напрямую Они были зашифрованы Вопрос так и остается открытым Кто же является автором у МИТских писем? Если это действительно розыгрыш, то за ним должна стоять мощная и хорошо организованная структура Что же это за организация? И зачем ей понадобилось дурачить весь мир? В 1993 году один из основных исследователей дела УМО Неожиданно признался в авторстве писем Это был Хосе Льюис Джордан Пенья Имея блестящее инженерное образование, он вполне мог создавать подобные послания Но работал ли Пенья в одиночку, или у него были сподвижники? Его признанию никто не поверил Особенно профессор Жан-Пьер Петти Признание Пенья совпало по времени с получением очередного письма Оно пришло из Саудовской Аравии В нем у МИТы предлагали встречу Никто не знает, состоялась бы эта встреча или нет Ничего не произошло из-за ошибки Рафаэля Фарилоса Именно тогда Пенья начал вести себя по меньшей мере странно Он заявлял невероятные вещи В том числе признался, что это якобы он написал все умитские послания Я был в гостях у Рафаэля Фарилоса, когда он и Пенья затеяли дискуссию по этой проблеме Они были знакомы друг с другом более 20 лет Объявив себя автором умитских писем, Пенья заставил Фарилоса почувствовать себя полным идиотом Поскольку он был испанцем, можно представить в какое бешенство он пришел Но Пенья сказал ему, не злись, Рафаэль, у МИТы велели мне так поступить Так кому же верить? Инопланетяне прилетели к нам на аппарате, подвешенном на нейлоновой нити А потом заставили своего агента присвоить себе авторство их писем, боясь быть рассекреченными Или Хосе Луис Джордан Пенья устал от 25-летней игры в кошки-мышки с уфологами, отчаянно пытаясь самоутвердиться Узнаем ли мы когда-нибудь разгадку умитской тайны? Пока мы не получим четких ответов, эта история так и останется под покровом тайны Но вряд ли мы узнаем истину УМО – своего рода мистерия, подобная поиску святого Грааля В середине 90-х годов Раймонд Сантилли, лондонский кинодистрибьютор, официально заявил, что у него в руках оказались съемки вскрытия инопланетянина Он утверждал, что эти кадры были сняты на 16-мм пленке бывшим оператором ВВС США Нитянина Рео Сантилли Несколько дней к ряду был уверен, что запись настоящая У меня не было никаких оснований утверждать, что это фальсификация Я не заметил никаких электрических проводов, идущих от рук инопланетянина Не увидел и доказательств того, что это манекен Это подделка Меня даже не сочли нужным пригласить на первый показ А когда спустя несколько месяцев я попытался выйти на Сантилли, он не обратил внимания на все мои запросы познакомиться с этими съемками Так что я уверен, что этот фильм – весьма искусная фабрикация, над которой работали настоящие с 595-м году Уже на следующий день несколько зрителей утверждали, что эти съемки не могли быть сняты в 1947-м году Доказательством тому служил микрофон, который можно было заметить над столом, а также телефон, который виден за спинами докторов Он был более современной модели, нежели те, что существовали в 1947-м Штат Иллинойс Они заявили, что увиденная на пленке модель известна с 1942 года Может согласиться с подобными утверждениями Меня пригласили на ток-шоу, где мне бросили вызов, смогу ли я, как профессионал, создать подобный фильм Я не мог отказаться Я создал модель инопланетянина, которого предстояло подвергнуть процедуре вскрытия, точь-в-точь, как на пленке Сантили Эрик Гослин и его брат Карл создали фильм с единственной целью Доказать, что вскрытие инопланетянина Рея Сантили – подделка, сделанная за разумные деньги С того, выйдет ли мой фильм когда-нибудь в эфир У меня в запасе было всего две недели, но я справился Мы истратили меньше двух тысяч долларов Несмотря на то, что братья Гослин смогли на собственном примере показать, что возможно создать нечто похожее на фильм Сантили Первое испытание атомной бомбы к югу от Тринити, штат Нью-Мексико Только двум операторам было дано официальное разрешение на съемки тех исторических кадров Однако ни один из них не подходил под описание того барнета, который дал Реймонд Сантили Британский продюсер заявил, что его фильм подвергли экспертизе в компании «Кодек», где якобы подтвердили тот факт, что съемки были сделаны именно в 1947 году Но и это заявление казалось ложным Мы связались с Питером Нильсоном, представителем компании «Кодек» в Англии Именно он должен был проводить экспертизу, на которую ссылался Сантили Нильсон заявил, что никогда не проводил данного исследования Хотя признался, что просмотрел часть фильма, которую ему предоставил Реймонд Пленка держится на катушке с помощью крошечного кусочка целлюлоида На основании кода, который наносится на пустые кадры, Нильсон знал, что «Код» изначально относился именно к этой пленке Сантили занимался старыми американскими фильмами Для него не составило бы труда снять целлюлоид с любой из имевшихся у него в наличии пленок 1947 года выпуска Не было никаких подтверждений, что кадры о вскрытии инопланетянина были сняты именно на данной пленке Сантили распространял свой фильм на магнитных носителях Он заявил, что подлинная запись надежно хранится Сантили, однако, не скрывал сами коробки, в которых держал пленки На одной из них обнаружилась подозрительная этикетка Помимо нескольких, ничего не значащих пометок, на коробке красовался штамп Министерства обороны США Тогда возникают два вопроса Во-первых, Сантили заявлял, что фильм так и не попал в руки военных Тогда откуда же взялся министерский штамп? Во-вторых, после проверки национальных архивов в Вашингтоне стала очевидна и любопытная деталь Этот штамп появился и был одобрен президентом США только в октябре 1947 года То есть четыре месяца спустя после того, как была сделана запись Итак, ошибка в датировке фильма была, наконец, доказана Джон Спенсер исследовал феномен НЛО на протяжении многих лет Он стал автором множества книг на эту тему, включая обширную энциклопедию Также он долгое время возглавлял британскую ассоциацию исследователей НЛО Одно из крупнейших в Англии объединений уфологов Все наводило на мысль о фальсификации Если сравнить эти кадры с реальными съемками процедуры вскрытия того времени Можно тут же заметить весьма существенную разницу Любой внимательный зритель может заподозрить, что это не совсем реальный фильм Другой вопрос, кому эта фальсификация была интересна Действительно ли Рэй Сантили подделал эту пленку Или он сам оказался доверчивой жертвой обмана Вот о чем стоит задуматься Если говорить языком полиции, чтобы поймать правонарушителя Необходимо понять, кому было выгодно преступление На показе вскрытия инопланетянина Рэймонд Сантили Заработал более 7 миллионов долларов Питти Барнум как-то обронил Каждую минуту в мире рождается еще один идиот Если бы Барнум был жив, он бы оценил то, как один из экспонатов его коллекции превратился в мнимую руку инопланетянина Вскрытие резинового манекена принесло ловкому пройдохе тысячи долларов Ученые, в надежде отыскать революционные идеи, ломали голову над письмами, имеющими якобы внеземное происхождение Если бы Барнум был жив, он без сомнений присоединился бы к многочисленному отряду уфологов 3 мая 1957 года молодой офицер просматривал пленку, отснятую несколько часов назад Пока это был только негатив, но уже можно было с уверенностью сказать, что эти кадры имеют исключительное значение На пленке было снято приземление неизвестного летательного аппарата по форме напоминающего диск 6 лет спустя Лерой Гордон Купер станет национальным героем Он будет последним американским астронавтом, который проведет одиночный полет в капсуле Меркурии Но те кадры так и останутся государственной тайной Субтитры создавал DimaTorzok НЛО Факты и фальсификации Научный взгляд на таинственный феномен НЛО Попытка разобраться в необъяснимых на сегодняшний день явлениях Говорят, военные всегда интересовались феноменом НЛО Не только в США, но и во всем мире Военное начальство всегда относилось к этим исследованиям как к сверхсекретной деятельности Имеют ли эти слухи реальные основания? Действительно ли информация об НЛО может являться государственной тайной? 30 декабря 1947 года в связи с участившимися свидетельствами наблюдений за НЛО Министр обороны Джеймс Форестол учреждает специальный комитет по расследованию этих случаев АТИК, научно-технический центр главного штаба ВВС США располагался на военно-воздушной базе Райт Паттерсон в Дейтоне, штат Огайо Его деятельность стала известна под кодовым названием проект ЗНАК Но прежде чем эта организация начала официальное исследование, ВВС США столкнулись с кризисной ситуацией Днем 7 января 1948 года спустя неделю после создания проекта ЗНАК пилот национальной гвардии Томас Мантелл потерпел крушение на своем самолете Пи-51 когда преследовал большой объект сферической формы серебристого цвета над штатом Кентукки Этот инцидент стал первым расследованием проекта ЗНАК Согласно официальным документам, Мантелл принял за НЛО Венеру Он не надел кислородную маску и, выйдя за пределы безопасной для жизни высоты, потерял сознание, что стало причиной катастрофы Однако такое объяснение не удовлетворило военное руководство В 1952 году за расследование дела Мантелла принялись представители ВВС США Они пришли к заключению, что пилот принял за НЛО Шарзонт Дело Мантелла имеет огромное значение Инцидент произошел в начале 50-х, когда общество всерьез заинтересовалось феноменом НЛО Именно тогда появилось определение «летающая тарелка» Нельзя забывать о том, насколько важна в то время была эта тема для общественности Бесконечное обсуждение фактов наблюдения НЛО и быстро распространяющиеся слухи Могли стать косвенной причиной гибели Мантелла Профессиональный пилот трагически погибает Из-за чего? Да, он совершил ошибку, но Мантелл находился под огромным влиянием общественного интереса к НЛО Этот случай лишний раз подтверждает, насколько феномен НЛО захватил в конце 40-х, начале 50-х годов сознание американцев Смерть Мантелла стала первым случаем смерти человека, которые напрямую связывали с НЛО Это обстоятельство только подогрело интерес к делу Интерес общественности к делу Мантелла только добавил проблем проекту ЗНАК Ситуация осложнялась тем, что со всех концов страны поступали новые и новые сообщения о наблюдениях НЛО 24 июля 1948 года два пилота восточных авиалиний сообщили, что, прилетая над Алабамой, они видели яркие цилиндрические формы объект Им удалось избежать столкновения с неизвестным предметом Военное руководство было не на шутку обеспокоено Проекту ЗНАК поступила директива провести подробный анализ ситуации Что нам известно о проекте ЗНАК? С самого начала аналитики, работающие на военно-воздушной базе Райт Паттерсон в Огайо, разделились между собой Одни были уверены, что они действительно имеют дело с инопланетным кораблем Можно сказать, эту точку зрения разделило большинство Другие же утверждали, что подобное развитие ситуации невозможно Случившемуся должно было быть научное объяснение Просто его необходимо найти Ученым не давали покоя многочисленные сообщения, свидетелей Летом 1948 года Огромное количество людей наблюдали в небе НЛО Один случай произошел в Нидерландах Другой через несколько дней над Алабамой в Америке Похоже, в обоих случаях свидетели наблюдали один и тот же объект Он развивал колоссальную скорость Но в то же время его контуры были прекрасно видны В те дни его наблюдали многие пилоты Объект двигался на высоте, недоступный самолетам того времени Команда проекта «Знак» пишет отчет под названием «Оценка ситуации» Ни одна копия этого документа так и не была представлена общественности Однако есть все основания полагать, что такой отчет действительно был создан Есть люди, которые утверждают, что читали или видели эти документы Судя по всему, оценка ситуации учеными была следующей Да, НЛО существует, мы полагаем, что это межпланетные корабли инопланетян Этот документ оказался на столе командующего ВВС США генерала Хойта Вандерберга По слухам, Вандерберг не одобрил представленный отчет и потребовал другой вариант объяснения случившегося Он был ему представлен, с тех пор теория осуществования НЛО стала закрытой темой для участников проекта «Знак» Предположительно, после того, как были отвергнуты первоначальные заключения ученых о внеземном происхождении неопознанных летающих объектов Генерал Хойт Вандерберг приказал немедленно сжечь все копии этого документа В феврале 1949 года Эйтик представил на рассмотрение новый отчет На этот раз в нем не было даже упоминания об инопланетных кораблях Однако в документе утверждалось, что 20% наблюдаемых объектов так и не были опознаны В результате Пентагон вместо проекта «Знак» создает новую исследовательскую группу Которая должна была свести к минимуму количество свидетельств наблюдений за спорными объектами Эта группа стала известна как проект «Градж» Наступили смутные времена Спустя 11 месяцев было сделано официальное заявление, согласно которому так называемое НЛО Это всего лишь неправильно истолкованные явления, которые преувеличиваются вследствие массовой истерии или желания разыграть общественность В сентябре 1951-го, после сообщений о неопознанных летающих объектах над Нью-Джерси, ВВС США возобновили деятельность проекта «Градж» Руководил расследованием капитан Эдвард Руппельд Но в отличие от своих предшественников, он куда серьезнее подошел к исполнению своих обязанностей Руппельд считал, что расследование должно быть проведено до конца, что привело к созданию в 1952-м году проекта «Голубая книга» Действия капитана Руппельда всколыхнули интерес широкой публики к проблеме НЛО Все надеялись, что расследование Руппельда будет непредвзятым Он подключил к делу в качестве научного консультанта астрофизика из Северо-Западного университета в Иллинойсе Джозефа Алана Хайника К сожалению, в июле 1952 года политическая ситуация в стране изменилась НЛО наблюдали непосредственно в небе столицы Соединенных Штатов Представитель ВВС США генерал Джон Сэмфорд дал пресс-конференцию, на которой заявил, что эти огни всего лишь природный феномен, вызванный температурными перепадами Этому объяснению было сложно поверить Несколько федеральных агентств, включая ЦРУ, требовали встречи для обсуждения сложившейся ситуации Мания летающих тарелок могла привести к массовым беспорядкам в стране Когда в январе 1953 года наконец было созвано совещание, сотрудники ЦРУ заявили Чтобы успокоить общественность, следует объяснить эти явления либо мистификацией, либо неверным истолкованием природных явлений ВВС США приказали Руппельду сделать все возможное для достижения этой цели Теперь деятельность проекта «Голубая книга» заключалась исключительно в предоставлении лояльной национальной политики информации Через несколько месяцев Руппельд, не согласно с новым направлением работы, подал в отставку Проект «Голубая книга» пришел на смену проекта «Знак», который был затем преобразован в «Граш» «Голубая книга» была основана весной 1952 года Причина появления этого проекта – многочисленные свидетельства наблюдений над американской территорией НЛО Военные решили, что команда, работающая над столь важной проблемой, должна иметь более высокий статус Так и появился новый проект «Голубая книга» Капитан Руппельд возглавлял проект около двух лет, с 1952 по 1953 годы Он уже добился немалого, но в 1952 году сложилась кризисная ситуация и последующий инцидент, известный под названием «Вашингтонская карусель» В течение двух недель по выходным небеса над столицей кишели НЛО И об этом нельзя было промолчать В Вашингтоне состоялась большая пресс-конференция На ней военные утверждали, что эти объекты всего лишь мираж Но эти объяснения звучали неубедительно Политика внутри проекта претерпела серьезные изменения Изучение феномена НЛО не рассматривалось первоначальной задачей Именно тогда Руппельд решает выйти из проекта «Голубая книга» Перед ним поставили четкую задачу Необходимо найти другое объяснение происходящему Нам об этом стало известно после того, как был снят гриф секретности с некоторых правительственных документов Позиция была следующей Если проекту «Голубая книга» удается найти объяснение загадочному феномену, оно тут же будет обнародовано В противном случае необходимо сделать вид, что ничего не произошло То есть теперь деятельность проекта сводилась к тому, чтобы свести к минимуму необъяснимую часть феномена НЛО Теперь проект «Голубая книга» преследовал цель найти естественное объяснение феномена НЛО Ведущим игроком в новой игре стал Алан Хайник Астрофизик, который почти 20 лет проработал в этом проекте вплоть до конца 60-х Деятельность проекта «Голубая книга» официально стала первым независимым исследованием феномена НЛО Все свидетельства очевидцев, все существующие материалы на эту тему были собраны вместе При этом анализом ситуации занимался университет, независимый от правительства Можно даже сказать, более независимый, чем хотелось бы правительству Хайник знал об НЛО больше, чем кто бы то ни было, и весьма интересовался этой темой В то же время он вел двойную игру, в итоге Хайник предложил следующую идею Скорее всего, увиденные в небе огни и летающие объекты могут быть связаны с другими необъяснимыми случаями, происходившими в то время Например, в Кентугге в 1955 году женщина видела в своем доме непонятное существо Известны несколько подобных случаев Хайник чувствовал себя вполне уверенно Он прекрасно знал, что ЦРУ испытывает явный интерес к определенным аспектам феномена НЛО Например, необходимо было разобраться со слухами, которые могли вызвать нежелательные последствия для американского общества То есть проект занимался не только научной, но и частично общественной работой При этом подчеркиваю, что это было первое официальное исследование феномена НЛО, предпринятое правительством Соединенных Штатов Впоследствии, благодаря ему в 1969 году появился первый официальный отчет о ситуации До середины 60-х годов проект «Глубая книга» занимался преуменьшением значимости феномена НЛО, пытаясь убедить общественность, что летающие тарелки – ничто другое, как вполне объяснимое природное явление Но весной 1966 года НЛО наблюдали сразу же в трех городах штата – Мичиган Энн Арбор, Декстер и Хилсдейл ВВС США сразу же откомандировала на место события Алана Хайника Он предположил, что этот феномен стал следствием выделения болотами метана Это заявление стало началом конца проекта «Голубая книга» Идея метановых газов, появившаяся в 60-х годах, была предложена именно профессором Хайником Об этом он написал в своей книге «Отчет об НЛО Хайника» В то время в Энн Арборе, штат Мичиган, было очень много свидетельств о появлении в небе странных огней Анализируя эту ситуацию сегодня, можно предположить, что объяснением этого феномена была повышенная тектоническая активность, а не нашествие инопланетных кораблей Похожие огни наблюдали и в Асталоне Они появляются на поверхности от движения внутри земной коры Однако в то время эти огни казались чем-то сверхъестественным Хайник нашел вполне удовлетворительное объяснение, которое вовсе не было абсурдно К сожалению, из этой сырой теории раздули впечатляющий скандал Правительство тут же заявило, вот она разгадка необъяснимым явлением Все случаи появления НЛО можно теперь объяснить действием метановых газов Это, конечно, была неверная позиция Можно сказать, правительство совершило ошибку по неведению Еще раз повторюсь, теория Хайника не являлась вопиющей глупостью, просто она не подходила стопроцентно под все известные случаи Стоит отметить, что в те времена отчеты о феномене НЛО не отличались абсолютной ясностью Люди уверены, что они видят межпланетный корабль, а им говорят ерунда Это всего лишь навсего результат действия метановых газов В итоге оставшиеся документы и свидетельства носят крайне противоречивый характер Можно сказать, что проект «Голубая книга» потерпел фиаско из-за необоснованной идеи профессора Хайника по поводу действия метановых газов Неудовлетворенная полученным объяснением пресса искала более правдоподобный вариант В разгар происходящих событий военное руководство учреждают специальный комитет, в состав которого вошли как военные, так и ученые Было принято решение, что отныне заниматься феноменом НЛО будут штатские сотрудники Армию стоит освободить от непосильных для нее научных исследований раз навсегда ВВС США с облегчением передали груз своих проблем в лабораторию университета Колорадо К тому времени проект «Голубая книга» окончательно себя дискредитировал Естественно, это бросило тень и на ВВС США, которые стояли за ним Люди больше не верили официальным объяснениям То метеозонды, то жировые молнии, то планета Венера, скачущая по небу Относиться серьезно к подобным заявлениям было невозможно Нет ничего удивительного в том, что ВВС США жаждали избавиться от проекта «Голубая книга» Но полностью отказаться от участия в исследованиях они не могли Военные не имели права заявить, феномен НЛО не имеет к нам никакого отношения Никто не мог с уверенностью сказать, что НЛО не представляет угрозу национальной безопасности И вот в 1966 году ВВС США с большим облегчением передали свою головную боль в университет Колорадо Он был выбран среди сотен других претендентов Свой выбор военные объяснили тем, что необходимо изучить, наконец, эту проблему досконально именно с научной точки зрения Проект Колорадо, также известный как проект Кондона, действовал два года В финале было вынесено научное заключение Феномен НЛО не стоит времени и усилий, затраченных на его исследования Он не представляет угрозу национальной безопасности, поэтому военные с полным правом могут забыть об этой проблеме и официально прекратить проект «Голубая книга» Как оказалось, директор университета Колорадо Эдвард Кондон, физик с мировым именем, ничего не знал и знать не хотел о феномене НЛО Мнение о проблеме у него сформировалось задолго до кончания проекта Идея осуществования НЛО полная чушь, даже не приступив к исследованиям, он повсеместно заявлял об этом прессе в своих интервью Естественно, подобная категоричность поселила сомнения среди участников и создателей проекта Их начальник публично заявлял о своем негативном отношении к исследованиям Немаловажно отметить, что многие участники проекта были уволены, им даже не дали возможность завершить свою работу Роберт Лоу, участвовавший в проекте Колорадо, опубликовал собственные записи Оказывается, в самом начале работы в проекте, в 66 году, он отправил руководству университета служебную записку по поводу предстоящего исследования В ней говорилось следующее Наша цель убедить весь мир, что мы всерьез занимаемся научным изучением феномена НЛО В действительности мы даже не надеемся на реальные результаты Об этом мнении Лоу стало известно широкой публике через год после старта проекта Естественно, оно вызвало противоречивые чувства Как видите, есть свидетельства предвзятого отношения участников проекта к собственной работе Разумеется, в отчете проекта Кондона есть множество серьезных ошибок и просчетов Это непродуманный и бездоказательный документ Заключения не следуют из приведенных фактов Часть документов они изучили как следует, часть, похоже, не читали вообще Но, несмотря ни на что, этот отчет не достиг цели, которую на него возлагали Противоречия вокруг феномена НЛО так и остались неразрешимыми И этот момент имеет огромное значение Отчет проекта Кондона увидел свет в январе 1969 года Пресса заявила Все понятно, ничего нет и никогда не было все это выдумки Военные потирали руки Наконец-то проблема снята с повестки дня Можно, не задумываясь, закрывать проект «Голубая книга» И к концу года его действительно закрыли Что можно сказать в заключении? Отчет Кондона был несуразен, но он сыграл немаловажную роль в истории уфологии Заключения проекта Колорадо были совершенно невразумительны Не случайно возникли предположения, что доктор Кондон даже не удосужился ознакомиться с документами, прежде чем делать окончательные выводы Как только был опубликован отчет Кондона и закрыт проект «Голубая книга» ВВС США самоотстранились от изучения феномена НЛО, по крайней мере официально После 1969 года ВВС США официально не предпринимали никаких дальнейших шагов в изучении неопознанных летающих объектов Этой позиции они придерживались на протяжении последующих 30 лет В действительности, разумеется, все было не так Например, нам известно, что в 70-х годах НЛО были неоднократно замечены над северной американской юраницей, а также в небе канадского города Онтарио События на северных границах в ноябре 1975 года привлекли пристальное внимание военных В наших руках оказался один интересный документ, а именно докладная записка генерала Карла Боллендера, датированная 1969 годом В ней говорится, что важнейшая информация об НЛО, связанная с угрозой госбезопасности, никогда не передавалась участникам проекта «Голубая книга» Об этом он заявляет прямо То есть у нас есть все основания полагать, что в действительности военные продолжали изучать феномен НЛО Шли закрытые обсуждения возможных новых проектов, таких как «Созвездие Водолея», «Лунная пыль» и ряда других Возможно, эти проекты и существуют, даже действуют по некоторым свидетельствам до настоящего времени У меня нет оснований заявлять об этом с уверенностью Те документы, которые предположительно касаются деятельности проекта «Созвездие Водолея», сами нуждаются в экспертизе на подлинность Пока на них не стоит полагаться, поэтому мы не будем делать далеко идущие выводы по поводу сути и целей этого проекта Однако совершенно очевидно следующее Исследование феномена НЛО военными в США продолжается и сегодня Военные утверждают, что все имеющиеся материалы о наблюдениях НЛО доступны в национальных архивах Но у нас есть основания полагать, что эти документы — только верхушка огромного айсберга Я знаю нескольких астронавтов, которые довольно серьезно относятся к феномену НЛО Эдгар Митчелл, к примеру, был шестым человеком, который ступил на Луну Он говорил мне о своей уверенности, что власти США располагают некой закрытой информацией об НЛО И ее они скрывают вот уже 50 лет На данный момент изучением феномена НЛО занимается специальная организация, состоящая из участников предыдущих проектов Астронавт Гордон Купер также весьма интересуется данной проблемой В конце 50-х годов он был директором Центра полетов в Калифорнии Именно тогда до него дошла информация о приземлении летающей тарелки на дне высохшего озера, которое было заснято его собственными операторами В тот день они должны были снимать экспериментальные полеты пилотов Купер подтвердил, что знает размер летающей тарелки 10-12 метров в диаметре Он не видел это событие собственными глазами, но отсмотрел заснятую пленку Ему приказали срочно отправить ее в Вашингтон Больше об этой истории ничего не известно Со времени действия проекта «Голубая книга» прошло более 30 лет Но есть предположение, что некоторые документы так и остаются недоступными общественности в военных архивах Эта государственная тайна еще долго так и останется неприкосновенной После Второй мировой войны большинство стран-участниц НАТО предоставили США право изучения НЛО Однако все они продолжали вести свои собственные исследования этого феномена В начале 50-х годов ВВС Канада и Департамент транспорта провели несколько совещаний, обсуждая феномен НЛО Эти встречи стали известны под названием «Проект – повторное расследование» В марте 1953 года комитет пришел к выводу, что дело об НЛО не заслуживает пристального внимания Но только в 1967 году канадские военные передали документы в национальные архивы За все это время они провели лишь несколько поверхностных исследований, сделав вывод, что НЛО не могут стать угрозой национальной безопасности страны Даже в наши дни военные отслеживают свидетельства чейцев НЛО с единственной целью – обеспечить национальную безопасность Они внимательно следят за тем, что происходит в воздушном пространстве Мы точно знаем, что все контрольные пункты, которые отслеживают перемещение воздушных судов, наблюдают и за появлением в небе НЛО Когда диспетчер получает телефонный звонок или сообщение пилота о появлении в небе неопознанного летающего объекта, он обязан заполнить специальный отчет и послать его на 22-ю базу в Северном заливе Эта секретная военная база охраняет все воздушные пространства Канады и тесно сотрудничает с базой Чиен в Колорадо Если военные обнаруживают в воздушном пространстве Канады объект, который отказывается себя идентифицировать, следуя жестким инструкциям, для перехвата высылается военный самолет В нашем случае истребитель-штурмовик SF-18, широко известный под названием «Шершень» Как правило, они вылетают с военной базы «Бэготвиль» Задача «Шершня» — перехватить, идентифицировать и выпроводить воздушное судно за пределами национальной территории Если же объект не отвечает на запросы по радио, военные имеют полное право открыть огонь на поражение Мне кажется, есть огромная разница между нашим представлением о задачах военных и тем, что они в действительности делают В реальности их полномочия можно уложить в три пункта — найти, идентифицировать и, в противном случае, уничтожить объект За это им и платят Должен заметить, что НЛО для военных не является задачей первостепенной важности Они не должны заниматься изучением феномена НЛО Скажу больше, военные всерьез не относятся ко всем спорам вокруг этого необъяснимого явления Пока ничто не угрожает национальной безопасности, они просто регистрируют факт появления в небе некого странного объекта На этом, как правило, для них все и заканчивается Затем информация передается на базу Чиен в Колорадо, на этом полномочия военных и заканчиваются В конце 70-х годов вся информация по НЛО собиралась в институте Херцберга в Оттаве Затем на основе полученных данных создавался научный отчет Ситуация изменилась в середине 90-х, когда консервативное правительство Брайана Меллорони урезало финансирование проекта С тех пор ничего значительного не происходило Это значит только одно От военных не следует ожидать серьезного исследования феномена НЛО Однако в канадской истории уфологии был случай, который весьма заинтересовал военных В 1967 году геолог-любитель Стефан Микалок заметил странный летающий объект неподалеку от озера Фалькон, штат Манитоба Стефан Микалок был скромным инженером Он эмигрировал в Канаду из Польши во время войны В 1967 году Стефан занимался геологическими исследованиями в отдаленной местности штата Манитоба Впрочем, это место находилось всего в нескольких километрах от оживленного шоссе В той местности много залежей золота и серебра Стефан устроил привал, чтобы перекусить И неожиданно он увидел приземление на скалы круглого объекта серебристого цвета Диаметр которого был 10-15 метров На вид он был как летающие тарелки, которые встречаются в голливудских фильмах Объект находился очень близко От него исходил яркий свет, по-видимому из отверстия в куполе Через несколько мгновений на одной из его сторон открылась небольшая дверь И оттуда тоже стал бить яркий свет Забавно, но Стефан даже не понял, что перед ним инопланетный космический корабль Разумеется, он решил, что это некий американский секретный летающий объект, новое слово техники Возможно, произошла поломка, рассуждал Стефан и пилот И решили посадить свое судно так, чтобы его никто не увидел Он не побоялся подойти к объекту и прокричать в открытую дверь Привет, ребята, что там у вас стряслось? Сломался ваш супер самолет? Не беда, я вам помогу его починить Стефан уверял, что слышал приглушенные разговоры внутри объекта Человеческие разговоры, как полагал он Как только он заговорил, шум прекратился Тогда Стефан решил, что, возможно, этот самолет не имеет никакого отношения к штатам Наверняка это русский самолет-шпион Стефан прокричал то же самое по-русски, он владел несколькими языками Потом попробовал по-немецки и даже по-польски, но никакого ответа не дождался Стефан подошел к открытой двери и прикоснулся к ней На руках у него были резиновые перчатки, он их всегда использовал во время работы на скалах Ему тут же пришлось отдернуть руку Перчатка начала плавиться, настолько горячей была температура поверхности объекта Дверь немедленно закрылась, объект плавно приподнялся и начал разворачиваться Волна горячего воздуха отбросила Стефана в сторону Объект взмыл в небо и исчез Горячий воздух стал причиной возгорания одежды Стефана И в течение нескольких минут он боролся с огнем, срывая из себя горящую одежду Как только опасность виновала, Стефан почувствовал сильную тошноту и боль Он получил ожоги второй и третьей степени, но все же сумел добраться до небольшого мотеля, в котором остановился Тот находился в нескольких километрах от места происшествия Естественно, ему срочно требовалась медицинская помощь Спустя несколько часов он приехал в городок Ванапек Позвонив своим родным из больницы, он попросил их приехать Стефан сказал, что сильно обжегся во время ремонта самолета Врачи приняли необходимые меры Он действительно был в ужасном состоянии Его мутило, голова болела и кружилась Стефан рассказал своей семье правду намного позже Он был уверен, что видел секретный самолет Возможно иностранный, не американский, не канадский Поэтому он полагал, что его долг проинформировать об этом власти Он обратился в одну из местных газет и рассказал репортеру обо всем, что с ним произошло Естественно, журналист весьма заинтересовался невероятной историей В результате она стала известна далеко за пределами Канады Случай Стефана расследовался более тщательно, нежели любая другая история, связанная с НЛО По началу власти передали таинственные дела сержанту Полу Биски, представителю канадских ВВС Его отчет был полон противоречий Биски признавал, что Миколок ничего не придумал Тем не менее, сержант полагал, что увиденный им объект, чья-то шутка или просто галлюцинация Биски совершенно не верил ни в какие летающие тарелки В документах по его расследованию мы обнаружили весьма примечательное письмо В нем Биски признавался, что он собирался напоить Стефана в баре, чтобы тот наконец признался в розыгрыше Следователь искал любую зацепку, чтобы доказать, что со Стефаном случилось нечто другое Тем не менее, стоит признать, что Биски вел расследование весьма тщательно Проблема была только в том, что он был абсолютно уверен в своей правоте и поэтому не мог быть объективным Заключение Биски не удовлетворило власти, особенно когда в образцах земли с места происшествия были обнаружены радиоактивные вещества Я сам вырос в тех же местах, где жил Стефан В детстве дружил с одним из его сыновей Прекрасно помню, как он рассказал мне, что его отец тяжело болен, он страшно обжегся В то время, естественно, я не обратил на это внимание Но впоследствии я начал интересоваться вопросами, связанными с феноменом НЛО Я продолжал общаться с семьей Миколока, задавал им массу вопросов о том странном случае Стефан сам показывал мне многочисленные рубцы от ожогов на своем теле и рассказывал эту историю, так похожую на фильм С одной стороны, мы имеем дело с фантастическим случаем, больше похожим на выдумку Но она подтверждается реальными фактами Это найденные в Земле радиоактивные вещества и ожоги на теле Стефана Все показания подтверждаются следственной экспертизой Мне кажется, что в данном случае все зависит от той точки зрения, к которой придерживаетесь именно вы Для одних это может быть доказательство того, что земляне уже сталкивались с инопланетянами нос к носу Другие посчитают эту историю шуткой, розыгрышем Что же, если это действительно так? Можно сказать, это самый продуманный и тщательно подготовленный розыгрыш за всю историю человечества Это дело так и не получило внятных объяснений Даже сегодня, спустя 35 лет, часть данных по этому случаю держится под грифом секретности Министерство обороны считает эти документы государственной тайной В Европе нет закона о свободе информации, поэтому получить доступ к военным документам практически невозможно Известно, что британское правительство всегда интересовалось феноменом НЛО С 1991 по 1994 год изучением свидетельств о наблюдении НЛО занимался Ник Поуп С 1991 по 1994 год я работал в Министерстве обороны Моей основной задачей были расследования случаев, связанных с феноменом НЛО Чтобы определить вероятность опасности для Соединенного Королевства Ежегодно я получал 200-300 свидетельств Я должен был проанализировать каждый и сделать соответствующие выводы Постараться найти приемлемое объяснение каждого случая Мне удавалось добиться цели в 90, даже в 95% случаев Но всякий раз оставались те злополучные 5%, которые невозможно было объяснить Я занимался этим 3 года, но моя должность в различных вариациях существовала гораздо дольше Примерно с начала 50-х годов Несомненно, работа продолжается и в наше время Говоря об этом, должен признать, что на протяжении всего этого времени Отношение министерства к предмету нашей беседы постоянно менялось Разумеется, во многом это зависело от человека, который занимал мою должность Например, лично я довольно серьезно интересовался феноменом НЛО Не могу сказать того же самого обо всех сотрудниках министерства Британское министерство обороны интересовалось феноменом НЛО с 50-х годов Администрация Черчилля отслеживала действия американских военных Британская пресса всегда же была склонна к панике Военные пытались определить природу загадочных летающих объектов Возможно, это новое оружие русских? Как мы уже говорили, интерес британского правительства к НЛО начался с 50-х годов В те годы все прекрасно знали, что происходит в Америке Масса свидетельств наблюдения за НЛО, проекты знак, Градж, Голубая книга Все это не было для нас секретом В 50-х годах с правительством Великобритании сотрудничал весьма влиятельный ученый Сэр Генри Тизард Он был одним из основателей радиолокаторных технологий Тизард понимал, что нельзя не обращать внимание на американские отчеты по поводу феномена НЛО Напротив, их стоит тщательно изучать Поэтому ВВС Великобритании получили приказ начать работу в этом направлении Проект получил название «Летающие тарелки» и был запущен в 50-м году Уже в 51-м ученые опубликовали свой отчет довольно скептической настроенности В нем четко прослеживалась проамериканская позиция Согласно мнению исследователей, все эти случаи либо ошибочное определение, либо чей-то розыгрыш Они предлагали вообще закрыть обсуждение этой темы Однако год спустя проект был возобновлен Именно тогда появились довольно серьезные свидетельства наблюдения НЛО, включая показания самих военных Так возник официальный интерес к этой теме ВВС и Министерство обороны совместными усилиями создали небольшую группу, которая начала работу над новым проектом Можно сказать, что этот проект в измененном виде существует и сегодня Таким образом, проект ведется с 50-х годов Конечно, многое изменилось Персонал, способы исследования, но, по сути, это тот же самый проект Его основные цели и задачи ничуть не изменились Необходимо исследовать случаи появления НЛО и убедиться, что эти неопознанные объекты не представляют угрозу национальной безопасности По определению, военная тайна должна оставаться закрытой для общественности Поэтому работу по изучению НЛО предпочитали не афишировать Тем не менее, несколько лет назад бельгийская армия приняла решение о сотрудничестве с одной из крупнейших групп брюссельских уфологов Осенью 1989 года над Бельгией появился неопознанный летающий объект Очевидцы описали его как крупный черный треугольник с тремя мигающими красными огнями Уфологи получали новые и новые сообщения очевидцев странного явления Бельгийская армия согласилась сотрудничать с уфологами и была готова направить военные самолеты на поиск объекта 30 марта 1990 года радары на станции Сэмерзаик зафиксировали появление черного треугольника Сразу после полуночи истребители-перехватчики F-16 отправились на поиски объекта Один из них сумел проследить движение на лопорадару, но другой самолет не был им оснащен Неопознанный объект развил скорость, которая не была доступна ни одному земному средству передвижения Несколько дней спустя командующий ВВС Бельгии полковник Вилфрид де Брауэр передал прессе полученные на радар изображения объекта, согласно которому он превысил максимальную скорость самолета в 30-40 раз В то же время полковник отрицал любую возможность земного происхождения этого объекта Бельгийская волна наблюдений за НЛО продолжалась до 1994 года, но даже спустя 10 лет никто так и не пришел к единому выводу относительно природы загадочных явлений Но в данном случае важно другое Это был беспрецедентный случай взаимодействия уфологов и военных с целью всестороннего изучения феномена НЛО Объединение усилий — весьма важный момент Чтобы грамотно провести исследование, необходимо владеть всей возможной информацией Ни для кого не секрет, лучшие данные чаще всего попадают в руки военным, поскольку наблюдениями занимаются именно военные летчики Кроме того, их отчеты подтверждаются данными военных радаров Все эти сведения фактически никогда не передаются в руки штатских исследователей Военные убеждены — неразглашение тайны — одно из условий обеспечения национальной безопасности В идеале агентства по исследованию НЛО должны быть равномерно распределены по всему земному шару Управлять ими должна международная организация наподобие ООН Но пока наш мир не готов к созданию подобной структуры В конце 70-х годов в ООН проводились совещания, посвященные загадкам НЛО Среди приглашенных были профессор Хайнек, бывший советник ВВС США, астронавт Гордон Купер и несколько других ключевых фигур Совещанием возглавлял Курт Вальдхейм, который был в то время генеральным секретарем ООН Идея состояла в международном обмене знаниями на тему НЛО К сожалению, эти встречи не имели продолжения, поскольку американский дипломат пригрозил пожаловаться в Сенат на нерациональное расходование средств американских фондов в деятельности ООН Еще одно доказательство того, что перед Богом все мы одинаково мудры и глупы Каждый год тысячи людей наблюдают в небе странный феномен Что это? Необычное природное явление? Или тайный намек на существование иных цивилизаций? Мы жаждем знать истину, чтобы понять, как же нам определить эти странные явления Или тайна неопознанных летающих объектов так и останется неразрешенной Легендарный герой романов Кунан Дуэля Шерлок Холмс говорил Откиньте невозможную версию, и та, что останется какой бы она ни казалась маловероятной, окажется истиной НЛО Факты и фальсификации Научный взгляд на таинственный феномен НЛО Попытка разобраться в необъяснимых на сегодняшний день явлениях Мнения по поводу природы НЛО абсолютно полярны Одни поддерживают теорию внеземного происхождения объектов, другие ее полностью отрицают Подобные противоречия не позволяют вести серьезную дискуссию и исследовать другие возможные объяснения этого явления В 1997 году по инициативе известного американского миллионера Лоуренс Рокфеллера состоялась научная конференция, посвященная феномену НЛО Самые знаменитые в мире ученые собрались в Пакантико, штат Нью-Джерси Это была первая попытка научного обсуждения таинственных явлений, начиная с 1969 года, когда американские ВВС предоставили имеющиеся у них сведения группе экспертов для обсуждения Эти дискуссии, которые возглавил астрофизик Питер Старк, поставили ученый мир перед фактом необъяснимых явлений Среди ученых, приглашенных на конференцию, были Марк Родегер и Джон Шуслер Встреча была организована Питером Стариком Ее первой задачей был пересмотр знаменитого отчета Кондана Он был сделан в 60-х годах и заявлял, что феномен НЛО не заслуживает серьезных научных исследований Старок не был согласен с этой позицией Он давно хотел собрать группу ученых, чтобы объективно рассмотреть феномен НЛО и вынести иное решение Вторую цель, которую преследовал Старок — представить ученому миру новейшие свидетельства наблюдения за НЛО Ему была интересна их реакция, поскольку в те времена ученые были весьма скептически настроены ко всему, что было связано с изучением феномена НЛО Встреча состоялась в 1997 году На ней ученые получили доступ к вещественным доказательствам существования НЛО, которые были собраны уфологами Но анализировать эти данные предстояло тем, кто был довольно далек от этого предмета изучения На конференции учитывалась только фактическая информация, а не выдуманные кем-либо историей Реальные фотографии, видеосъемки, данные медицинской экспертизы, анализ почвы и так далее Стоит отметить, что в области изучения НЛО подобных свидетельств довольно много Другое дело, исключительно редко эта информация обсуждается научным миром Поэтому доктор Старок решил, что необходим объективный анализ данных со стороны ученых, не имеющих прямого отношения к исследованиям НЛО Он хотел выяснить, заслуживает ли этот феномен внимания и в каком направлении должны вестись исследования Вот почему эта встреча была организована Ничего фантастического в отчетах, представленных на той конференции не было Только неопровержимые доказательства существования необъяснимых на сегодняшний день явлений Я сам тогда сделал доклад об аномальных феноменах Это было серьезное обсуждение серьезных людей, пытающихся разобраться в этом спорном предмете изучения Ученые, собравшиеся в Пакантико, признали сложность проблемы НЛО, которая определенно не является результатом некоего природного феномена В отчете также говорилось о том, что наблюдение за НЛО для ученых — шанс продвинуться дальше в изучении этого загадочного явления Однако главная сложность здесь состоит в том, что именно рассматривать как данные для исследования Много лет уфология занималась не столько серьезными исследованиями, сколько сбором разного рода слухов и сплетен Найти в этих данных обстоятельные факты было довольно сложно С 1991 по 1994 годы Ник Поуп по заданию правительства Великобритании получил доступ к документам, которые хранились в архивах Министерства обороны Ему предстояло оценить достоверность свидетельств очевидцев НЛО Можно с уверенностью утверждать, 90 или даже 95% свидетельств стали следствием неверной идентификации обычных природных явлений Либо условия наблюдения были необычны, либо наблюдатель впервые видел данный объект или природный феномен Но стоит признать, что всегда оставались факты, которые невозможно было так просто объяснить Это справедливо как для британских, так и для американских исследований Вспомните историю проекта «Голубая книга» Я не говорю о тех случаях, когда не хватает данных или свидетельских показаний Нет, я имею в виду отчеты военных и гражданских пилотов, которые видели реальные воздушные объекты определенной формы Эти случаи были зафиксированы радарами Более того, есть свидетельства продолжительного преследования неизвестных объектов военными самолетами В данных случаях у нас есть фото и видеоданные хорошего качества, которые тщательно изучаются и анализируются В связи с этим, лично я не могу отрицать обоснованность теории существования феномена НЛО Откинув все возможные версии объяснения того или иного феномена, вполне возможно предположить вмешательство инопланетян Могу ли я доказать свою точку зрения? Нет У нас нет научных оснований, но у нас есть непровержимые вещественные доказательства В том, что люди наблюдали НЛО, сложно усомниться В архивах находятся тысячи свидетельств и записей Действительно, они стали очевидцами чего-то необычного Но другое дело, как это все можно объяснить Утверждение, что все это либо розыгрыш, либо все-таки реальность слишком прямолинейная Истина, как мне кажется, находится где-то между этими позициями Правда и то, что в большинстве случаев мы сталкиваемся с сложными свидетельствами Как правило, они возникают вследствие непреднамеренного заблуждения наблюдателя Но порой встречается и умышленный обман или сознательное желание разыграть людей Как правило, если вы сталкиваетесь с явлениями, которые не в силах объяснить, то вращаетесь в полицию в надежде получить хоть какой-то ответ Из рассмотренных мною свидетельств фактически ни одно не является мистификацией Возможно, встречается один розыгрыш на тысячу отчетов, но не более При этом нет причины пытаться найти одно и то же объяснение всем свидетельствам Ежедневно в науке происходит новое открытие Не так давно мы узнали о температурных колебаниях в верхних слоях атмосферы Что может стать объяснением некоторых случаев появления в небе странных огней Поэтому существует целый ряд вероятных версий Одна из них — инопланетная теория Однако в ней гораздо больше предположений Если познакомиться с отчетами пилотов и данными радаров, согласно которым, похоже, эти объекты движутся вполне целенаправленно Возникает большой соблазн поверить, что ими управляют разумные существа Но вряд ли это можно назвать реальным фактом Это всего лишь одно из возможных объяснений К сожалению, уфологи в своих исследованиях располагают только данными свидетельств очевидцев Насколько можно верить этим отчетам? Рационалисты не принимают словесные свидетельства во внимание Для них они не являются доказательством Наверное, и не стоит подходить к свидетельствам очевидцев с долей скептицизма Однако в них можно всегда найти немало ценной информации о феномене НЛО Если свидетельства очевидцев не являются доказательствами, тогда стоит ли серьезно относиться к деятельности нашей судебной системы? К тому же, критики отмечают еще один слабый пункт всех свидетельств Очевидцы обычно не знают, как правильно проводить наблюдения за летающим объектом Даже если это полицейские или военные пилоты Аргументы против достоверности рассказов о наблюдении НЛО обычно выдвигают рационалисты Существует огромная разница между позицией ученых, которых ведут исследования иррационалистами, непреклонно отвергающими любую историю об НЛО Последние заявляют, ни один астроном не видел НЛО Если бы в нашем воздушном пространстве появились некие объекты, ученые, особенно астрономы, не могли их не заметить В действительности астрономы тоже сталкиваются с феноменом НЛО, так же, как и случайные очевидцы Этот интересный факт выяснил в 1977 году астрофизик Питер Старак Другое исследование показало, что 5% всех очевидцев НЛО составляют именно астрономы Но они, как правило, наблюдают не за всей картиной звездного неба, как и любой ученый, которого интересует определенное направление в изучении природы Поле зрения у телескопа довольно ограничено Если бы астроном увидел НЛО, то это было бы только появление объектов движения, подобно спутнику, метеориту или редко залетевшей на подобную высоту птице У него просто нет времени снова поймать в объектив летящий предмет Астроном за работой не придает никакого значения пролетающим метеоритам Он видит необычные объекты в небе, но обращает на них внимание не тогда, когда работает за телескопом В этом и кроется основная проблема При обсуждении феномена НЛО некоторые категорично заявляют, что его не существует Их основной аргумент заключается в том, что ученые не встречают эти объекты во время наблюдения за природой Но ученые, как правило, и не занимаются непосредственными наблюдениями Они изучают природные явления в специально оборудованных лабораториях, что абсолютно не сочетается с тем образом ученых, которые нам навязывают научно-популярные журналы Большинство свидетельств наблюдения НЛО имеют вполне рациональное объяснение Их не стоит приписывать к внеземному вмешательству, по крайней мере, пока не исследованы все остальные версии К примеру, метеозонд вполне легко можно ошибочно принять за НЛО Хотя подобные случаи встречаются довольно редко Даже опытные наблюдатели, как военные и гражданские пилоты, порой теряются при встрече с большой серебристой сферой Дон Леджер, канадский пилот и соавтор книги «Темный объект» в одно время весьма серьезно заинтересовался отчетами своих коллег о необычных явлениях Леджер часто встречался с наиболее популярными заблуждениями Пилоты принимали за НЛО метеозонды, Венеру, самолеты, метеориты, северные сияния и даже необычные по форме облака Метеозонды чаще всего принимают за НЛО Они довольно велики по размеру, некоторые достигают 200 метров в диаметре Их наполняют гелием, метеозонды снабжены необходимым научным оборудованием Представьте себя на месте пилота У вас полно завод, вы работаете в канадской почтовой службе Да у вас просто не будет времени, чтобы отследить, когда и где в воздух поднимаются метеозонды Их обычно запускают на севере, где атмосфера более стабильна Они поднимаются в воздух на довольно большую высоту, несколько десятков тысяч метров Вы, наверное, не раз видели фотографии метеозондов Они имеют вытянутую форму и чем-то напоминают бейсбольную биту Поднимаясь вверх, они становятся похожи на эскимо или на парашют Но когда метеозонды достигают определенной высоты, они раздуваются из-за пониженного атмосферного давления И становятся похожи на огромную серебристую сферу, сверкающую в лучах Солнца Этот блеск объясняется свойствами материала, из которого сделаны зонды Они отражают солнечный свет Порой метеозонды остаются в верхних слоях атмосферы подолгу, на несколько недель Естественно, люди принимают их за НЛО, и ничего удивительного в этом нет Снизу шары выглядят весьма необычно, сверкающие серебристые точки Я уверен, что множество свидетельств НЛО относятся именно к метеозондам В действительности наблюдатели сталкиваются с метеозондами не так уж и часто Их запускают в северной части провинции Квебек Ветер там в основном дует с запада, поэтому эти зонды не могут двигаться, скажем, с севера на юг Так что я предлагаю не списывать все ошибочные предположения исключительно на столкновения с метеозондами Скептикам стоит подыскать версию получше, иначе получается, что метеозонды буквально наводнили наше воздушное пространство А это не так, вполне возможно, что некоторые очевидцы в действительности видели самолеты Они сделаны из алюминия и, как правило, выкрашены в белый цвет Поэтому, когда Солнце находится у линии горизонта, оно может создавать причудливый эффект Когда незаметные крылья самолета, а хорошо видна лишь белая полоса в небе Поскольку он находится далеко и не слышно звука работающих двигателей, самолет вполне можно ошибочно принять за НЛО Венеру тоже нередко принимают за неопознанный летающий объект В Квебеке шоссе с четными номерами идут с востока на запад, а с нечетными – с севера на юг В этой провинции многие разъезжают между Мадреалем и Квебеком, то есть едут в восточно-западном направлении И вполне могут наблюдать Венеру, которая всходит на западе Но если вы увидите Венеру на севере, позвоните мне, и я скажу вам, что этого быть не может Из всех планет именно Венеру чаще всего ошибочно принимают за НЛО И так люди могут принимать самолеты и даже планеты за НЛО, это действительно так Но метелзонды не подходят ко всем встречающимся случаям, как нас пытаются в этом убедить Весной 2002 года бизнесмен из Мадреаля снял любопытный видеосюжет Дело происходило ранним утром, и странный объект был прекрасно виден в ясном небе Впрочем, экспертиза установила, что этот необычный объект – простой почтовый самолет, который заходил на посадку на ближайший аэродром Иногда причем ошибки можно довольно просто объяснить Офицер Нельсон Жан из полиции провинции Квебек вспоминает один случай появления НЛО В то время мы были ответственны за такие регионы, как Мандаражи, Монреаль, Лаваль, Лореншенс и Лонон Дьер Я припоминаю, что это произошло неподалеку от Сен-Жули Нам позвонили и сообщили, что там наблюдают в небе цветные огни Когда мы подъехали на место происшествия, выяснилось, что это было не что иное, как лазерное шоу в местном ночном клубе Кто-то случайно или мышленно направил лазер прямо в небо, а местные жители решили, что это нечто космическое, возможно НЛО и некий сигнал инопланетян Но помимо лазерных прожекторов самолетов, метеозондов, не стоит забывать, что довольно часто в земной атмосфере появляются разного рода космический мусор, который прилетает с околоземной орбиты Несколько лет назад подобное явление наблюдали во Франции Полицейские получили тысячи звонков от очевидцев со всей страны, которые были уверены, что наблюдают у НЛО В то время Жан-Жак Веласко уже возглавил СЭПРО, французскую службу по исследованию явлений, вызванных проникновением в атмосферу внешних объектов, которое является подразделением Национального центра по изучению космоса В последнее время все больше сообщений о наблюдениях НЛО можно объяснить падением обломков объектов с орбиты Именно это и произошло 5 ноября 1990 года Мы видели фантастический салют обломков российской ракеты Осколки разбросало по воздушному пространству над всей Европой, но особенно много их оказалось над Францией Видеоплёнки и фотографии могут стать незаменимым руководством для уфолога, чтобы продвинуться в решении загадки феномена НЛО Но даже подобные визуальные свидетельства не подтверждают внеземного происхождения НЛО Ни для кого не секрет, что новейшие компьютерные технологии позволяют кому угодно при желании сделать монтажные кадры, ничем не уступающие по качеству голливудским профессионалам Моё имя довольно хорошо известно среди фотографов, особенно когда я стал сотрудничать в качестве эксперта с Национальным Центром по изучению космоса Я пришёл к выводу, на что нельзя опираться в исследовании феномена НЛО, так это на фотодокументы Хотя именно снимки прежде всего привлекают внимание публики Часто можно слышать, как люди говорят, если бы у нас была более чёткая фотография, мы бы значительно продвинулись в исследованиях феномена НЛО В действительности отдельно взятая фотография не является неопровержимым доказательством Я в своё время получил грант на изучение фототрюков Ещё тогда мы обратили внимание на то, насколько изобретательны бывают те, кто занимаются фотофальсификациями Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда любому доступны компьютерные технологии Как и 10 лет назад, могу поспорить с кем угодно, что ни одно так называемое фотосвидетельство не выдержит специальной экспертизы Существует два типа фотографий так называемых НЛО Первый, когда очевидец находится в состоянии паники во время наблюдения некоего объекта В подобном случае фотография содержит минимум полезной информации Чаще всего на таких снимках зафиксировано некое крошечное яркое пятно на тёмном фоне Если же съёмка происходила днём, объект становится едва заметной точкой в небе Именно так выглядят все снимки знаменитого НЛО во французском городе Вореп, которые наблюдали несколько лет назад Даже с помощью сложнейших технологий извлечь какую-либо полезную информацию из подобных снимков фактически невозможно Мы имеем дело с фотографиями объекта, которые в принципе можно назвать реально существующим Но есть и другая категория снимков Они более информативны, но это другая крайность, а именно поддельные фотографии Они становятся достоянием общественности не так часто, как кажется, но приносят немалый доход своим авторам Во время своих путешествий, как правило в южных странах, я часто видел в продаже книги с фотографиями фальсификациями Впрочем, распознать эти снимки профессионалу довольно просто Есть еще одна категория снимков, когда фотограф совершенно искренне заблуждается Человек видит нечто весьма странное и пытается это запечатлеть Но затем оказывается, что это просто природное явление, с которым он раньше не сталкивался в жизни Бывает и такое, когда нечто непредвиденное происходит непосредственно во время съемки Это могут быть оптические феномены или дефекты пленки Как-то я увидел фотографию, секрет которой не мог разгадать долгое время, пока не провел анализ пленки под микроскопом В некоторых случаях люди делают еще одну распространенную ошибку, принимая из-за НЛО отражение каких-либо реально существующих предметов В наше время многие используют портативные видеокамеры Материалы подобных съемок — замечательный материал для анализа Сейчас я расскажу, как определить, что же вам удалось в действительности запечатлеть Нарисуйте перекрещивающиеся линии по всей фотографии Возьмите линейку и проведите тонкую линию от одного угла фотографии до другого Проделайте то же самое с другой стороны Тем самым определяется центр вашего снимка Если самый яркий объект на вашей фотографии — отражение, оно должно проходить через центр и простираться на одинаковые расстояния в противоположное направление Угол отражения равен углу съемки Это всем известный закон физики Люди часто снимают через окно или стеклянную дверь 35-мм камеры снабжены защитным покрытием линз, которая может давать отражение в момент съемки от проезжающих мимо машин, например Сам фотограф этого заметить не успевает Предположим, что в момент съемки мимо проезжает машина Она бросает отблеск на линзу И на снимке появляется небольшое загадочное пятно Фотограф тут же решает, что ему удалось снять настоящую НЛО Подобное случается довольно часто Не хочу заявлять, что мы всегда имеем дело со случайными отражениями Но прежде чем убеждать прессу, что вам удалось поймать в кадр летающую тарелку Убедитесь, что на ваших снимках нет отражений Только тогда вы можете считать, что вы действительно стали очевидцем НЛО В таком случае предстоит основательно проанализировать вашу фотографию Обратить внимание на цвет объекта Вычислить примерное расстояние до него Постараться определить размер и, возможно, его вес Иногда в роли так называемых НЛО выступают неопознанные оптические объекты В начале 90-х годов появились снимки необычных дисков с зубчатыми краями Которые чем-то напоминали символ легендарного героя комиксов Бэтмена По словам очевидцев, эти загадочные диски впервые появились в небе над Бельгией Затем в Испании и, наконец, в Соединенных Штатах Но вскоре все любители таинственного были разочарованы открытием, которое не имело никакого отношения к НЛО Изображение ярких таинственных объектов в действительности оказалось съемкой не в фокусе Портативные видеокамеры тогда только появились на рынке, и люди еще не научились с ним правильно обращаться К слову и об изображениях, наша планета постоянно находится в поле зрения множества спутников Ежедневно эти невестные шпионы делают сотни фотографий Земли Но ни на одном из них не встречается что-либо похожее на НЛО Еще одна распространенная ошибка полагается на снимки, сделанные со спутников Некоторые считают, если НЛО действительно летают вокруг Земли, рано или поздно мы должны увидеть их на фотографиях со спутников Но придерживающиеся этого мнения забывают о том, что удаленные спутники облетают Землю каждые 90 минут на высоте 800-950 километров Все, что мы видим на спутниковых снимках, это множество крошечных точек на огромной поверхности Даже если бы на Землю одновременно приземлились сотни внушительных размеров НЛО, их полет невозможно было бы заметить со спутника Мы имеем дело с неизвестным феноменом, поэтому некоторые случаи просто невозможно объяснить По крайней мере, так кажется на первый взгляд Но то, что мы не можем сходу определить объект, еще не значит, что к нам в гости пожаловали инопланетные существа Термин НЛО не обязательно означает межпланетный корабль Несколько лет назад Жан-Пьер Фарабо, инженер, работающий в физической лаборатории Французского политехнического института Написал книгу под названием «Неопознанное летающее оружие» Одно из возможных объяснений феномена НЛО — это секретные военные технологии Как-то сотрудник ЦРУ даже написал доклад о том, что в большинстве необъяснимых случаев НЛО В действительности мы имеем дело с самолетным разведчиком, известным под названием «Ю-2» Действительно, некоторые лечения на самолетах «Ю-2» совпали по времени и месту с наблюдениями за НЛО Но, на мой взгляд, это лишь небольшой процент зарегистрированных случаев Известно, что первый полет на «Ю-2» был совершен в 1955 году, в то время как постоянные свидетельства НЛО поступают с 1947 года Данное объяснение применимо в лучшем случае к нескольким известным фактам Особенно учитывая эту огромную высоту, которую могут достигать эти самолеты На ней срабатывает так называемый эффект «Риола» Самолет имеет вытянутую форму, но в солнечном сиянии его можно принять за объект округлой формы Как тогда объяснить свидетельство до появления самолета в «Ю-2»? Что все эти восемь лет наблюдали очевидцы? Еще один тип самолетов, которые также можно ошибочно принять за НЛО Они появились еще позже, и их отличительными чертами являются огромная скорость и высота полета Это известные «блэкберды» Существуют две модели, схожие по своим основным характеристикам Это А-12, работающие на ЦРУ, и СР-71, находящиеся в ведении военно-воздушных сил А-12 впервые поднялся в воздух в 1962 году, поэтому его появление не объясняет более ранние свидетельства НЛО Хотя его, несомненно, много раз принимали за НЛО Пока инженеры авиационной корпорации «Локхэт» разрабатывали самолет-разведчик «Ю-2» Технический отдел ВВС США работал над еще более амбициозным проектом, который получил название «Серебряный жук» Целью было создание летающего объекта округлой формы с вертикальным стартом способного подниматься на высоту до 24 тысяч километров и развивать скорость в три раза превышающую скорость звука Разработку проекта получили инженерам канадской фирмы «Авро», которые в свое время создали сверхзвуковой всепогодный перехватчик «Стрела СФ-105» «Аврокар» стал новым инженерным проектом компании «Авро», которые создали знаменитую «Стрелу» Этот проект финансировало канадское правительство, но он так и не был до конца реализован, и в результате был закрыт Итак, что же они пытались сделать? Создать аппарат округлой формы, который мог стартовать вертикально, а дальше в воздухе двигаться в любых направлениях Этот проект не был единственным в своем роде. Подобными разработками занимались еще в Германии после войны Кстати, финансирование проекта канадское правительство прекратило буквально на полпути Увы, «Аврокар» даже не способен был оторваться от земли Его неустойчивость могла таить опасность при полете В 1961 году проект «Церебренный жук» был приостановлен Одна из двух созданных моделей до сих пор красуется в виде монумента возле школы военного транспорта США в Вирджинии Возможно, некоторые истории об НЛО были связаны с пробными полетами «Аврокара» или других подобных секретных проектов самолетов довольно необычной аэродинамической формы В последние годы очевидцы неопознанных летающих объектов вполне могли видеть полет стратегических бомбардировщиков B-2 или F-117 Обе эти модели отличают необычную форму По слухам, недавние свидетельства НЛО объясняются также испытаниями новейшего сверхсекретного оружия, которое якобы производится в легендарной зоне 51 Оно представляет собой треугольное воздушное судно под кодовым названием «Аврора» Слухи о существовании «Авроры» распространялись вполне серьезным научно-популярным еженедельником технологии авиации и космонавтики В 1990 году в нем была опубликована статья, согласно которой более 40 авторитетных военных источников подтверждают существование «Авроры» В ней также сообщалось, что этот самолет способен развивать скорость в 5 или даже 8 раз превышающую скорость света Причем на невероятно огромной высоте, которая даже недоступна «Блэкбердам» Я тоже много слышал об этом воздушном судне В начале 90-х все то и дело говорили о новом феномене, который называли «Неботрясение» Нечто похожее на землетрясение, но только в воздухе Все начиналось со стороны Тихого океана над Калифорнией и направлялось в сторону зоны 51 Это происходило каждый четверг по утрам, всегда в одно и то же время Это явление было сложно объяснить как природным феноменом, так и вмешательством инопланетного разума Не было понятно, почему для них так важно все это устраивать по четвергам В любом случае неботрясения были установленным фактом Но затем мы больше об этом не слышали никаких разговоров А Министерство обороны США официально заявило о ложности всех слухов, связанных с этим явлением Создается впечатление, что свидетельство НЛО можно объяснить наблюдением за некими аппаратами, сделанными землянами Но поскольку все это относится к секретным военным разработкам, данная информация тщательно скрывается Но даже эта теория не объясняет всех отчетов о наблюдении НЛО Существуют и другие феномены, которые частично могут объяснить некоторые свидетельства НЛО, но о них мало что известно До сих пор есть немало природных явлений, которые остаются загадкой даже для самих ученых Например, так называемые призрачные огни землетрясений Свечение, которое возникает во время сейсмической активности Франц Сен-Лоран заинтересовал этот природный феномен Я считаю, что этим явлением можно объяснить весьма незначительный процент свидетельств НЛО Насколько мне известно, так называемые сейсмические огни можно наблюдать во время землетрясения или до и после него Они напрямую связаны с тектонической активностью Землетрясению предшествуют месяцы и даже годы напряженных возмущений под землей В определенном месте накапливается всплеск энергии И в момент извержения на поверхности видны сейсмические огни, которые называют огнями землетрясения Мой интерес к НЛО и сейсмическим огням имеет долгую историю Мы исследовали многие необычные природные явления Странные световые шары, необъяснимую мутацию животных И обнаружили, что все это связано с таким обычным и объяснимым явлением, как землетрясения Они случались в тех же районах, где мы наблюдали странные природные феномены Как оказалось, огни землетрясения веками предшествуют сейсмической активности в том или ином районе Что же касается феномена НЛО, многие очевидцы видят светящиеся объекты странных цветов, которые поворачиваются, передвигаются и вообще ведут себя довольно странно Кстати, атмосферные температурные перепады создают волны различной длины Поэтому кажется, что НЛО всегда выглядит по-разному Так вот, все это вполне можно объяснить природным феноменом Давление внутри земной коры накануне землетрясения приводит к образованию подобных светящихся шаров Это уже установленный факт, что фейсмические огни всегда появляются только накануне землетрясения Большинство случаев появления сейсмических огней связаны с возникновением давления внутри земной коры Мы в этом уверены Возьмем области с большим количеством воды Например, естественные водные резервуары или искусственные водохранилища, созданные людьми для уничтожения вредных отходов Там часто возникает тектоническая активность Соответственно, учащаются случаи появления сейсмических огней Очень малый процент свидетельств о сейсмических огнях сопровождается историями о контактах с инопланетянами Мы видим то, что мы видим Возникающее мощное электрическое поле производит свечение, которое отражается в небе В 60-70-х годах ученые пытаются объяснить этот природный феномен В результате появилось несколько теорий Некоторые ученые исследовали сейсмические огни в лабораториях Но все их предположения лишь частично объясняют этот природный феномен Эти теории сложно назвать совершенными В конце концов, серьезные исследования сейсмических огней только начинаются Но кое-что мы знаем точно Например, то, что тектоническое напряжение, образующееся незадолго до землетрясения Распространяется по поверхности земли так же, как само землетрясение Его сопровождают необычные явления, сейсмические огни, либо некий светящийся шар При этом под землей слышен необычный шум, который могут ловить только крысы и собаки Иногда на месте землетрясения воздух наполняется необычным запахом Временами наблюдается локальное понижение температуры, так называемый феномен пальтия Иногда, напротив, повышение температуры и спонтанное возникновение пожаров Если вам не повезет, и вы окажетесь где-то накануне землетрясения, эти таинственные силы будут воздействовать на ваш мозг напрямую Довольно часто люди испытывают шоковое состояние Мы обнаружили, что появление сейсмических огней всегда сопровождается другими паранормальными явлениями Полтергейст, животные собираются в стаи, всевозможные бытовые неожиданности и странности в поведении людей Могут неожиданно перегореть лампочки, в машинах летят генераторы, происходят неожиданные изменения в поведении людей Может увеличиться количество самоубийств, возникать депрессивное настроение Изучение феномена сейсмических огней только начинается Несмотря на это, некоторые ученые уже представили публике свое возможное объяснение этого явления Один из них — профессор физики университета Сан-Хосе в Калифорнии в Фридманфронт Я совершенно случайно познакомилась с ученым из университета Сан-Хосе, который также работает в исследовательском центре НАСА Он выдвинул теорию и создал модель для объяснения феномена сейсмических огней Мне его версия показалась весьма любопытной Я тоже пыталась найти объяснение этому явлению Например, тому, что огни появляются не при каждом землетрясении Его теория основывается на открытии, которые он сделал несколько лет назад Под поверхностью Земли находятся огненные скалы Они и составляют основу земной коры и являются своего рода носителями энергетического заряда Не будем углубляться в научные объяснения, которые довольно сложны Скажу просто Он обнаружил некие носители заряда и назвал их «позитивные электронно-дырочные пары» Когда не проявляется тектоническая активность, эти носители заряда находятся в состоянии покоя Но накануне землетрясений они становятся довольно активны В своей лаборатории Фронт вычислил, что эти заряды развивают скорость до 300 метров в секунду Невероятная скорость Поэтому к моменту начала землетрясения стремительно передвигающиеся заряды могут выходить на поверхность Земли В электронике есть понятие дырочного тока, которое приводит к увеличению максимального электрического поля Когда эти заряды вырываются на поверхность Земли, они создают электромагнитные волны различной длины Фронт вычислил, что при идеальных условиях, скажем, на поверхности горы, мощность такого заряда может составить миллион вольт на квадратный сантиметр Впечатляет, не правда ли? При возникновении электромагнитного поля подобной мощности воздух в данном случае является проводником И в небе видны яркие вспышки света Итак, на конференции в Поконтико в 1997 году ученые пришли, по крайней мере, к одному определенному выводу Всем свидетельствам НЛО нельзя найти одно объяснение Исследование доктора Майкла Персингера из Лорентийского университета в Садбуре показывает, что при изучении феномена НЛО не стоит придерживаться позиции веры или неверия в необъяснимые явления Один из главных научных принципов — не навешивать ярлыков Любой феномен многогранен Приведу простой пример В 19 веке одним и тем же термином врачи описывали сразу несколько заболеваний Скажем, пневмонию, туберкулез, простуду, грипп и рак легких они объединяли, поскольку все эти болезни были связаны с органами дыхания Если бы тогда был изобретен пенициллин, и врачи стали бы лечить им всех подряд, повезло бы только больным с пневмонией Вот почему всегда опасно навешивать обобщающие ярлыки То же самое происходит с феноменом НЛО Сегодня за этим явлением стоит большое количество необъяснимых явлений Большинство из них связываются с природными феноменами, которым можно найти научное обоснование Но есть и то, что мы пока не можем объяснить, и с этим стоит считаться Впрочем, никто не мешает нам изучать даже эти необъяснимые явления Один из постулатов науки — мы должны рассматривать все возможные версии НЛО стало своего рода ярлыком Если говорить о сейсмических огнях, на 80% мы уверены, что это природный феномен, связанный с сейсмической активностью земной коры А оставшиеся 20% дают простор для разного рода толкований В будущем, возможно, мы столкнемся с новыми феноменами и паранормальными явлениями Не исключено, что нас ожидает встреча и с внеземным разумом Как я уже говорил, мы должны рассматривать все возможные объяснения Стоит признать, что наука не уделяет проблеме НЛО должного внимания И этому есть несколько причин Прежде всего, извечные проблемы финансирования исследований Какая уважающая себя коммерческая структура согласится вложить средства в изучение феномена НЛО? Нет денег — нет исследований Но куда серьезнее другая проблема Предвзятое отношение ученых к предмету изучения Они придерживаются следующей позиции Если НЛО реально, значит, существуют и межпланетные корабли А так как межзвездное путешествие невозможно, значит, все свидетельства НЛО не являются истинными Но в любом исследовании наблюдение предшествует возникновению теории Как сказал Роберт Лейтон, один из пионеров современной физики Если что-то происходит, значит, для этого существуют возможности Факт существования НЛО нельзя отрицать Но далеко не всем свидетельствам можно найти объяснение Испытание секретного оружия — до конца не изученные природные явления А может быть, в некоторых случаях мы имеем дело с пришельцами из космоса? На сегодняшний день мы не можем с уверенностью ответить на этот вопрос В полиции придерживаются такой позиции Для успешного расследования необходимо быть заинтересованным в получении результата Мы столкнулись с тем, что ученый мира не воспринял всерьез результаты конференции в Пакантико Для нас это не стало сюрпризом Ученые всегда с огромным недоверием относились к обсуждениям данной темы Не так давно я проводил проверку в Национальном центре по изучению космоса Где встретился со многими выдающимися учеными Не стану называть их имен и званий Меня поразила их позиция По их мнению, для настоящего ученого реально только то, что можно воссоздать в лабораторных условиях Если все великие умы придерживаются этой же позиции, на мой взгляд, наша наука обречена Проблема изучения феномена НЛО состоит и в том, что мы не часто имеем возможность их наблюдать То же самое можно сказать и о научных фактах Если кто-то их наблюдал, мечтаю с ними познакомиться Потому что это нереально Научные факты — это графики, таблицы, диаграммы, то, что публикуется в журналах Вы не сможете увидеть это собственными глазами Например, облако — научно обоснованное явление Но оно стало таковым только после того, как было изучено Научные факты не рождаются из воздуха Яблоки веками падали с деревьев, но никто на это не обращал внимания, пока не был открыт закон всемирного тяготения Ньютон первым обратил внимание на это явление Хотя история с яблоком была просто придумана То есть мы сталкиваемся с очевидной проблемой Чтобы нечто стало научным фактом, ученые должны рассмотреть это в определенном контексте А до тех пор мы так и не узнаем, что же это такое Как же нам заинтересовать ученых феноменом НЛО? На мой взгляд, стоит иначе сформулировать проблему Сам термин НЛО отталкивает тех, кто сознательно отвергает возможность его существования Так что пока этот вопрос остается открытым 17 ноября 1986 года самолет японских авиалиний направлялся из Парижа в Токио Когда Боинг 747 пролетал над Аляской, капитан Кенджи Тараучи заметил прямо по курсу странные движущиеся огни Неожиданно неопознанный объект направился прямо к самолету То, что поначалу капитан принял за истребитель, оказалось круглым объектом, размер которого в два раза превышал размер аэробуса Этот случай до сих пор так и остался необъяснимым Редактор субтитров, а между собой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Но расследованием занимались не только военные. Вторжению опасались и службы государственной безопасности. Летающими объектами заинтересовались также начальник ФБР Джон Эдгард Хувер и адмирал Роско Хилленкеттер, возглавляющий недавно образованной ЦРУ. Однако общественность узнала об их роли в расследовании феномена НЛО только 30 лет спустя, когда был принят закон о свободе информации. Много лет все правительственные учреждения США утверждали, что исследованием НЛО занимались исключительно военно-воздушные силы. Но сегодня мы знаем, что это было не так. Информация о контактах с НЛО распространялась по всем подразделениям военных учреждений США. Доступ к этим документам имели ВВС, армия, морской флот. В ЦРУ заинтересовались НЛО в 1948 году. В управлении тщательно изучали свидетельства очевидцев со всего мира. Поэтому в их архивах сохранились очень подробные отчеты. Немало документов об НЛО поступало и в ФБР, причем начиная не с 1947 года, а даже раньше. Эти отчеты передавались и в другие правительственные учреждения. Наиболее важная информация поступала непосредственно в Белый дом. Об этом простые американцы так бы и не узнали, если бы не наступила эра свободы прессы. В 1974 году в США были приняты поправки к закону о свободе информации. Последующие 10 лет можно смело назвать золотым веком информационной свободы. В это время исследователям НЛО было довольно просто получить доступ к важным секретным документам. Мне кажется, с легкой руки президента Джимми Картера в конце 70-х годов закон о свободе информации интерпретировали весьма либерально. То есть любой желающий мог запросить информацию, и правительственные чиновники были обязаны быстро найти интересующий его документ. К середине 1980-х годов подобной свободы уже не наблюдалось. Но на протяжении десятилетия американские исследователи НЛО могли свободно получать тысячи важных документов у ЦРУ, ФБР, ВВС, морского флота и других организаций, исследующих феномен НЛО. Агентство национальной безопасности, которое иногда называют агентством, которого нет, проявляло к НЛО огромный интерес. Один из отчетов, хранящихся в его архиве, был получен в 1953 году, всего через пару месяцев после создания агентства. Хотя его руководители всегда утверждали, что их совершенно не интересуют проблемы НЛО. Но сегодня мы знаем, что все было как раз с точностью на ворот. В 70-х годах правительство США, согласно закону о свободе информации, разрешило доступ к тысячам страниц секретных материалов, имевших отношение к информации об НЛО. ЦРУ, ФБР, а затем и другие учреждения, предоставили в распоряжении всех желающих свои документы. Любопытно, что до принятия поправок к закону эти организации в течение многих лет отрицали, что в их архивах имелись отчеты об исследовании неопознанных летающих объектов. Многие документы проходили под грифом «совершенно секретно». До сих пор самые секретные в интересах национальной безопасности держатся в тайне от населения, и это недосужие доводы. Подобная возможность предусмотрена в правилах ведения документа оборота, имеющего отношение к вопросам национальной безопасности. Но мне кажется, что эта уловка использовалась государственными структурами, чтобы скрыть от широкой публики важную информацию. Думаю, что доступные документы ее как раз не содержали. Спросите любого сотрудника ЦРУ, и он вам скажет, что самую важную информацию даже письменно не оформляют. Многое для исследователей НЛО так и осталось тайной, но мы получили доступ к ряду документов. Теперь мы хотя бы знаем, что правительство действительно вплотную занималось этой проблемой. В архивах ФБР есть документ, датированный 1949 годом, в котором говорится, что проблема летающих тарелок является сверхсекретной. Такого же мнения придерживались и военные, ВВС, армия и морской флот. То есть, подобная информация рассматривалась ими сверхважной. Агентство национальной безопасности предстало перед Верховным судом в 1982 году. Чиновников попросили объяснить, почему они отказываются предать огласке ряд документов. Агентство описало эти причины на 21 странице и зачитало их под присягой. Они объяснили свой отказ тем, что эти документы являются сверхсекретными. Я должен объяснить, что означает гриф «совершенно секретно». Если подобную информацию предоставить в распоряжении любого желающего без особого на то разрешения, это может повлечь за собой серьезные нарушения общественного порядка и национальной безопасности. То есть, в таких документах содержится очень важная информация. Думаю, если материалы, относящиеся к феномену НЛО, считаются совершенно секретными, то важность проблемы очевидна. Мне посчастливилось пообщаться с человеком, читавшим этот 20-страничный документ. Всех деталей я не знаю, мне об этом рассказывали в общих чертах. Но там абсолютно точно ничего не говорится о том, что военные обнаружили тела пришельцев или о контактах американского правительства с инопланетянами. Если такая информация и хранится в сверхсекретных архивах, ее вряд ли стали бы рассматривать в Верховном суде США. Из документов стало известно, что поначалу в ЦРУ считали, что НЛО — это всего лишь слухи, которые распространили люди, желавшие подоровать спокойствие общественности. Но в июле 1952 года произошло событие, которое заставило органы безопасности кардинально изменить свое мнение. 19 и 26 июля на радарах Национального аэропорта в Вашингтоне появились неопознанные летающие объекты. Эти же объекты свободно парили над Белым домом и Пентагоном. Хотя в воздушное пространство над этими зданиями проникать строго запрещено. В воздух поднялись истребители-перехватчики F-94, но они не смогли догнать стремительно передвигающиеся объекты. В воздухе ситуация выходила из-под контроля, а тем временем на земле телефонные станции американской столицы были буквально парализованы из-за звонков обеспокоенных граждан. Представители вооруженных сил не смогли дать внятного объяснения. Они определили произошедшее атмосферными изменениями в связи с колебанием температуры воздуха. В ЦРУ с ужасом осознали, что этот случай чуть было не привел к национальному кризису. Если бы враг хотел парализовать систему быстрого реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций, то лучшего способа ему было не найти. Руководители ЦРУ решили созвать совет и обсудить проблему летающих тарелок. Эта встреча состоялась в январе 1953 года и получила название «Комиссия Робертсона». Решения, принятые во время этого обсуждения, определили всю последующую историю исследования феномена НЛО. «Комиссия Робертсона» — важная веха в истории изучения НЛО. Многие не до конца осознают судьбоносные значения работы этой комиссии. В 1952-м волна НЛО, появляющихся в небе США, достигла своего апогея. Люди видели множество неопознанных летающих объектов самых разных форм. В связи с этим, ВВС США в июле 1952 года провели пресс-конференцию, на которой военные уверяли общество, что все это — ничто иное, как природные явления, вызванные температурными погодными перепадами. Если рядовых граждан такое объяснение вполне устроило, то люди, знающие, прекрасно понимали, что подобное толкование явления НЛО никуда не годится. В январе 1953 года президентский срок Трумана подходил к концу. По инициативе ЦРУ для изучения феномена НЛО были приглашены ученые в главе с известным физиком-теоретиком из Калифорнийского университета Робертсоном, по имени которого и назвали комиссию. Сегодня мы знаем, что выводы этой комиссии были составлены еще до того, как ученые приступили к изучению документов. В действительности, комиссия собралась в конце последней недели президентского срока Трумана. Понимаете, что я имею в виду? Выводы комиссии Робертсона были следующими. НЛО не является секретным явлением и не представляет угрозы для национальной безопасности. Кроме того, она не имеет никакого отношения к внеземным технологиям. Ученые рекомендовали правительству рассказать населению об истинной природе НЛО, феномен которого можно было объяснить природными явлениями. После работы комиссии Робертсона не только ФБР и ЦРУ, но даже Управление национальной безопасности заинтересовалось загадочными летающими объектами. Этот интерес особенно разгорался в периоды нестабильной политической обстановки, например, во время кубинского кризиса в 1962 году. Интересно, почему? Неужели в этих службах полагали, что НЛО можно использовать в целях дестабилизации стран-противников и захвата власти над миром? Было ли им известно о феномене НЛО что-то такое, чего мы не знаем с вами? К сожалению, документы, ставшие доступными общественности, не дают ответа на этот вопрос. С 1952 по 1969 год исследование феномена НЛО носило кодовое название «Проект «Голубая книга». Сейчас нам известно, что несколько неопознанных летающих объектов в действительности являлись самолетами-разведчиками, работавшими на ЦРУ. Неужели интерес этой службы к феномену НЛО объясняется желанием правительства скрыть от граждан существование самолетов-разведчиков? Из тысяч документов, ставших достоянием общественности, ясно одно. Органы безопасности даже не пытались провести серьезные исследования истинной природы НЛО. Многие уверены в том, что американское и канадское правительства, ЦРУ, ФБР, Агентства национальной безопасности и другие структуры специально делают вид, что им не интересен феномен НЛО. Но в действительности его тайно изучают. Возможно, так оно и есть. Но доказать этого мы не можем. Мне кажется, власти эту проблему в реальности не интересует. Правительство получает информацию о подобных вопросах из научно-исследовательских центров. Сами же ученые стараются говорить о феномене НЛО как можно меньше. У них в распоряжении не так уж много достоверной информации, чтобы делать какие-либо далеко идущие выводы. Лично я так и не обнаружил никаких подтверждений того, что какая-либо серьезная научная организация в мире, в том числе и в Америке, изучает феномен НЛО. В США есть еще одна организация, которая не раз сталкивалась с феноменом НЛО. Это НАСА. Некоторые считают, что практически все американские космические корабли встречались с инопланетными судами. Естественно, НАСА вряд ли об этом заявит во всеуслышание. Но в сентябре 1991 года, во время полета Discovery по программе ATS-48, космонавтам удалось записать на пленку неопознанный летающий объект. Проанализировать записи поручили Джеку Кэшеру, профессору физики Университета штата Небраска. Корабль Discovery пролетал над Австралией. Видеокамеры работали безостановочно. Космонавты наблюдали за ночным небом, но ничего необычного не происходило. Неожиданно справа по курсу появился яркий огонек. Их было несколько, но один из них был крупнее остальных. Внезапно объект отделился от группы огоньков и начал медленно двигаться влево. Затем он остановился. После чего в нижнем левом углу экрана появились две яркие вспышки. Вероятно, повинуясь этому сигналу, объекты резко двинулись вправо. И через несколько секунд камера зафиксировала две полоски, пробежавшие по небу. Одна из них прошла рядом, а вторая вот здесь. Другой объект тоже двигался влево, но отреагировал на вспышку быстрым движением. Те, что были с правой стороны, тоже действовали мгновенно. Итак, космонавты наблюдали светящиеся объекты. Две вспышки, реакцию этих объектов на вспышки и полоски, пролетевшие к тому месту, в котором до этого находились объекты. НАСА объяснило произошедшее тем, что подобные явления имеют место в космическом пространстве. Согласно их заявлению, эти объекты были всего лишь частичками льда, которые пролетели недалеко от корабля. Возможно, корабль просто пролетал мимо ледяного образования, и льдинки попали в струю выхлопных газов ракеты, из-за чего их отнесло на далекое расстояние. Такое действительно бывает. Вы сами видели эту запись, и подобное объяснение может показаться вполне приемлемым. Я изучил запись, сравнил курс корабля и объектов, учитывая пространственные и временные координаты. Затем построил график, изучил реакцию объектов и их движение с научной точки зрения. И пришел к выводу, что эти огоньки не могли быть глыбами льда. Эта видеозапись не единственное визуальное доказательство существования загадочных светящихся объектов, которыми располагает НАСА. Их бесчетное количество. Первые записи появились еще в начале 60-х годов, когда была запущена в действие программа «Меркурий». В июле 1969 года, за день до первого приземления на Луну, команда корабля «Аполлон-11» записала на пленку два необычных огонька, которые на Земле посчитали отблесками на иллюминаторах лунохода. Не могу сказать с полной уверенностью, что в данном случае информация умышленно скрывалась. Подозреваю, что в НАСА занимаются изучением НЛО. А если в НАСА исследовали феномен НЛО, естественно, эту информацию они разглашать не хотели. НЛО — интересный предмет для изучения. Естественно, что правительство скрывает правду об НЛО. Власти, без сомнения, располагают секретными документами, в которых содержатся отчеты о контактах с НЛО. Так же поступают они и в НАСА. Не знаю, кто именно приказал засекретить то, что произошло с миссией СТС-48, но я уверен в результатах своего исследования. Могу с уверенностью сказать, что этот корабль повстречал некий космический объект, а не глыбы льда. Я общался со многими космонавтами, большинство из них ни разу не видели НЛО. Когда им приписывают то, чего они не говорили, космонавты этим очень недовольны. Конечно, встречаются и немало необъяснимых отчетов. Например, случай Джеймса МакДивика. Он рассказывал мне, как столкнулся с загадочным объектом во время полета на корабле «Джемини». Об этом же писали и в своих отчетах другие космонавты, наблюдавшие в космосе необычные явления. Некоторые из этих случаев нашли свое объяснение. Я своими глазами видел за космическим кораблем след выброса отходов сжигания топлива, поэтому и не могу поверить в то объяснение, которое дает НАСА. Если в этот след попадает ледяная глыба, она выглядит совершенно иначе. Если космонавты встретили НЛО, то НАСА, конечно же, не станет кричать об этом на каждом углу. Ледина же не похожа на НЛО и ведут себя совершенно иначе. НАСА предоставил общественности ряд документов, на которых не стоял гриф «Совершенно секретно». С этой информацией можно ознакомиться в выпущенной по этому случаю книге. Или в моей первой монографии, которую я назвал «Совершенно не секретно». НАСА исследует феномен НЛО, это очевидно. Им доступна масса конфиденциальной информации, как общедоступной, так и сверхсекретной. Мне об этом доподлинно известно. Уверен, НАСА хранит массу секретных материалов об НЛО. В отличие от США, в Канаде правительство не поручало органам безопасности исследовать феномен НЛО. Единственный исследовательский опыт был предпринят в начале 50-х годов по личной инициативе инженера Уилбера Смита, работающего в Министерстве транспорта. При поддержке своего начальства он начал изучать все сообщения о наблюдениях НЛО, находившиеся в распоряжении отдела национальной безопасности и Министерства транспорта Канады. В этих докладах Смит искал достоверную научную информацию. Его исследование стало известно под названием «Проект Магнит». В 1950-м, 52-м годах канадский ученый и чиновник из Министерства транспорта проявил большой интерес к проблеме НЛО. По собственной инициативе он смог провести серьезные исследования этого феномена. Он общался со многими важными персонами, например, во время своего визита в Вашингтон с помощью канадского посольства Смит встретился с известным специалистом по системам ракетного управления доктором Робертом Сарбахером, который сообщил ему, что НЛО в США считается сверхсекретным предметом. Уилберт Смит также близко сошелся с Дональдом Кихоу, который через несколько лет организовал свое собственное расследование. Смиту удалось получить поддержку правительства на создание проекта «Магнит», который он реализовал в Канаде. В рамках этого проекта исследователи должны были с помощью научного оборудования измерять частоту, на которой в небе появлялись НЛО. На появление в атмосфере неопознанного объекта должны были указывать колебания электромагнитного поля. Перед тем, как в начале 50-х годов проект закрыли, он начал делать неплохие успехи. Говорили, что в любом случае его ждала подобная участь. То ли эта проблема не интересовала канадское правительство, то ли они не желали вкладывать в этот проект средства. Проект «Магнит» закрыли при тех же обстоятельствах, что и американский проект «Голубая книга», который, по сути, разоблачал правительственные учреждения, которые скрывали важную информацию об НЛО. Смит не скрывал своей уверенности в том, что НЛО — это космические корабли инопланетян. Овасаясь, что Уилберт придаст свои открытия широкой огласке, в 1954 году Министерство транспорта лишило его своей поддержки. Инженеру посоветовали прекратить работу над проектом «Магнит». Смит свернул свои исследования и обнародовал их результаты. Как и ожидалось, инженер сделал вывод, что НЛО имеет явное непонятное происхождение. Одновременно с работой Смита исследованием феномена НЛО занимался комитет, который поддерживали Департамент транспорта и Департамент национальной обороны. Его выводы были куда более выгодными для правительства. После этих инициатив больше никто в Канаде не предпринимал попытки объяснить феномен НЛО. Департамент транспорта не пожелал продолжить исследование, а Департамент национальной обороны не видел смысла в дальнейшем сборе свидетельств очевидцев. В 1967 году результаты исследования были преданы в Институт Херцберга в Оттаве, который является частью Национального исследовательского совета. Но интерес Института к свидетельствам очевидцев не имел никакого отношения к НЛО. Институт Херцберга проводил исследования геофизических явлений, особенно их интересовали астрономические явления. Некоторые ученые, в первую очередь доктор Питер Миллман, считали, что наблюдение за метеорами сможет помочь обнаружить небесные тела, упавшие на Землю. Миллман обратился с просьбой к полиции докладывать ему о всех необычных огнях, замеченных на небе, даже если их считают неопознанными летающими объектами. Из полиции информация поступала в исследовательский институт. Затем эти отчеты изучали, чтобы выяснить, что именно видели очевидцы. Была ли это шаровая молния или метеорит, на поиски которого сразу же отправлялась группа геофизиков из Института Херцберга. Для ученых метеорит обладает большой научной ценностью. Если такой объект нельзя было отнести к метеорам, его классифицировали как объект неметеорного происхождения. Каждый год в Институте Херцберга набиралась небольшая папка документов, листов в 20-30. Это были показания людей, увидевших в небе нечто более таинственное, чем метеоры. Национальный исследовательский совет интересовали не НЛО. Ученые надеялись, что благодаря этим сообщениям они получат информацию о метеоритах. В этом и был их интерес к сбору максимально возможных свидетельств очевидцев. Год от года папка все больше толстела. Время от времени часть документов передавали в Национальный архив Канады. Эти файлы с отчетами наблюдений НЛО можно прочитать и сегодня. Они до сих пор хранятся в архиве, и с ними могут ознакомиться все желающие. Сбором информации в основном занимались полицейские департаменты как федерального, так и муниципального значения. Если гражданин Канады обращаются с заявлением в полицию, на место происшествия выезжает дежурная машина. Когда люди заявляют полицейским о том, что видели НЛО, они воспринимают это как очередную шутку. Тем не менее, полицейские вынуждены реагировать на подобные заявления, что черевата дополнительной бумажной волокитой, поскольку они обязаны написать отчет, что не вызывает у них особого энтузиазма. Конечно, были случаи, когда полиция выезжала по вызову, и сами полицейские становились очевидцами необычного явления. Как, например, это случилось 5-6 лет назад в Сент-Гиацинте, а также в Квебеке, Кокрейне и во многих других городах. Люди становятся наблюдателями феномена НЛО гораздо чаще, чем мы думаем, только далеко не все рассказывают об этом. 7 ноября 1990 года десятки людей, в том числе офицеры местной полиции, наблюдали светящийся объект, зависший над гостиницей «Бонавентур» в Монреале. Округлый объект, окруженный золотистым свечением, оставался неподвижным в течение нескольких часов, пока его не закрыли облака. Два года спустя Ричард Хайнс, ведущий ученый исследовательского центра НАСА, АМИС, пришел к заключению, что это было именно физическое явление, а не отражение света или северное сияние. В докладе ученого говорилось, что этот объект находился на высоте от 1 до 3 километров. Он проанализировал фотографию, сделанную местным журналистом Марселин Варошем, рассмотрел погодные условия того дня. Его заключения были следующими. Длина неопознанного летающего объекта составляла около 535 метров, что можно сравнить с размером примерно пяти футбольных полей. Это происшествие до сих пор не нашло объяснения. НЛО над гостиницей «Бонавентур» наблюдало несколько офицеров полиции. Интересно, как полицейские документально фиксируют подобные происшествия? Если мы говорим о процедуре в праве объекта, которые не были не идентифицированы, то это не разнообразие от любого типа событий, полицейские отчеты в данном случае ничем не отличаются от обычного доклада, в котором фиксируются происшествия дня. Если к нам поступает заявление человека, увидевшего что-то необычное в небе, или как неопознанный объект приземлился на воду или землю, мы заводим дело и начинаем собирать информацию об этом. Оператор высылает на место происшествия дежурную машину, чтобы было проведено расследование. Эти полицейские – мои глаза и уши. Следователь пишет официальный отчет и передает его оператору или непосредственно мне. Мы полагаемся на профессиональный опыт офицеров полиции, которые осматривают место происшествия и готовят документацию. Следователь опрашивает свидетелей и составляет опись обнаруженных вещественных доказательств. На основе этих данных они выносят свои заключения. Их работа состоит в том, чтобы собрать и систематизировать информацию. А мы, ознакомившись с предоставленными ими данными, уже принимаем решения о дальнейших действиях. Иногда отправляем на место происшествия судмедэкспертов, а если все указывает на то, что люди действительно наблюдали НЛО, то предпринимаем дополнительные меры, чтобы ограничить доступ граждан в эту зону. И отправляем на место происшествия бригаду следователей. Если неопознанный объект может представлять угрозу национальной безопасности, полицейские сообщают о происшествии властям. Когда над гостиницей Бонавентур была обнаружена НЛО, об этом немедленно проинформировали военно-воздушные силы. Объект не зафиксировали радар, поэтому офицеры военной базы Тринтона в Антарио, отвечающие за безопасность восточной Канады, не сочли нужным поднять воздух истребители. Если бы они поступили иначе, события бы развивались по совершенно иному сценарию. Если нам кажется, что заявление не имеет под собой оснований, мы не докладываем о происшествии в вооруженные силы или в федеральную полицию. Им и без этого есть чем заняться. Да и мы без дела не сидим. Если показания очевидцев подтверждаются, тогда мы сообщаем об этом в так называемое Бюро по надзору за территорией. Именно это бюро тесно сотрудничает с вооруженными силами Канады и национальной полицией. Если мы уверены, что дело заслуживает дальнейшего расследования, если вопрос касается национальной безопасности, то Бюро по надзору за территорией сразу же сообщает об этом в национальную полицию или в вооруженные силы Канады. Не хочу разочаровывать тех, кто верит в феномен НЛО и собирает об этом информацию, но неопознанные летающие объекты не изучают ни полиции, ни армии. Задача военных – защищать страну, а полиция обязана поддерживать общественный порядок. Как правило, НЛО реальные опасности не представляют. В идеале для более продуктивного изучения феномена НЛО стоит создать независимый национальный комитет, который не имел бы отношения к военным структурам. Но в то же время его члены имели бы право проводить расследование, которым обладают следователи полиции. Целью такого комитета являлась бы не защита территории Канады, а именно изучение НЛО. Вам кажется, что это невозможно? Но такая организация существует, и это единственный подобный опыт в мире. Речь идет о СЕПРО – французской службе по исследованию явлений, вызванных проникновением в атмосферу внешних объектов. В Национальном центре космических исследований есть гражданское подразделение, изучающее воздушное пространство. Его задача – изучение спутников, ракет и всего того, что попадает в атмосферу на территории Франции. В 1977 году, во время интервью с министром Робертом Гали, журналист поинтересовался, что предпринимает правительство в связи с появлением в небе после войны странных объектов, которые называют НЛО. министр признал, что в полицию действительно поступают многочисленные заявления от очевидцев необычных явлений. В связи с этим правительство Франции планирует изучать этот феномен с научной точки зрения, а не знакомиться с ним из заголовков газет. Центр космических исследований получил задание создать для этой цели комитет, который получил название «ЖЕПАН». Группа по изучению неопознанных аэрокосмических феноменов. При «ЖЕПАНе» существовал ученый совет. Методы исследования были научно обоснованы. Именно с научной точки зрения были определены способы сбора и анализа информации, чтобы делать взвешенные выводы по поводу загадочного феномена НЛО. В 1977 году, после образования «ЖЕПАН», все гражданские и военные организации заключили соглашение о разделении обязанностей. Теперь французские полицейские и пилоты ВВС в обязательном порядке передают информацию, если они сталкиваются с чем-то необъяснимым. Об этом они заявляют в полицию, а полиция передает информацию нам в СЕПРА. Мы анализируем данные и выносим экспертную оценку произошедшему. Эта схема работает с 1977 года. Вся поступающая к нам информация хранится в базе данных. Каждое свидетельство очевидцев заносится в компьютер. Сегодня их насчитывается около 6000. Довольно внушительный объем информации. Благодаря этому мы можем проанализировать свидетельства, поступавшие от очевидцев в течение последних 50 лет. Наша организация получает информацию от всех учреждений, которые имеют отношение к нашему объекту изучения. Мы заключили соглашение о сотрудничестве, и теперь каждый офицер полиции знает, что нужно делать, если поступило заявление от очевидца НЛО. Если человек сообщает, что видел в небе какой-то объект, полицейский пишет об этом отчет. Через какое-то время он поступает в наше распоряжение. Но если случится что-то из ряда вон, особенно если на месте происшествия присутствуют вещественные доказательства, например, если на земле остались следы присутствия, то полиция незамедлительно связывается с нами. И мы сразу же выезжаем на место со своим оборудованием, которого нет в распоряжении ни полиции, ни военных. В их обязанности не входит научное исследование феномена НЛО. Этим занимается Центр космических исследований. Нет, они полностью рассматриваются на уровне КНЕС для того, чтобы исследовать эти исследования. 8 января 1981 года во французском городке Трен-Сан-Прованс, работающий в своем саду мужчина, заметил светящийся объект овальной формы. Он спустился с неба и приземлился на поле рядом с его домом. По словам этого человека, объект был сделан из отполированного металла, по размеру напоминал небольшой автомобиль. На его корпусе не было никаких опознавательных знаков. Объект находился на земле всего несколько секунд, затем бесшумно поднялся в воздух и исчез в небе. Свидетель происшествия заметил, что на том месте, где приземлился объект, остался округлый след примерно в 2 метра диаметром. Мужчина позвонил в полицию, а те, в свою очередь, связались с жипом. Так называлось Сепра в то время. Результаты анализа показали, что в почве и растительности присутствуют аномалии, с которыми до настоящего времени ученые не сталкивались. Нам не всегда удается получить информацию из первых рук, поэтому мы не можем дать объяснение тому, что действительно увидел человек. Даже если мы получаем показания от самого очевидца, обычно это происходит спустя какое-то время. Часть информации теряется, и наше заключение сложно назвать объективным. Мы пытаемся понять, что же произошло, и дать этому какое-то объяснение. Что можно сказать о свидетельствах очевидцев в мировом масштабе? До сих пор примерно 12% заявлений, поступивших с 1950 года, не нашли своего объяснения. Это свидетельства о различных неопознанных летающих объектах, которые имеют необычный внешний вид и обладают рядом технологических характеристик, неизвестных ученым. К примеру, перемещаются по небу с зигзагообразной траекторией, или беззвучно летят по небу, а при их приближении к машине очевидца, в ней глохнет двигатель. Сюда же можно отнести свидетельства людей, заметивших необычный объект, висящий в нескольких метрах от Земли, который внезапно растворяется в воздухе. Эти случаи невозможно объяснить с точки зрения известных нам явлений. 28 января 1994 года аэробус французских авиалиний совершал полёт на высоте 12 тысяч метров. Неожиданно пилоты заметили большой красный диск, летящий по левому борту на расстоянии примерно в 46 километров. Объект был виден несколько секунд, затем изменил форму и исчез. Операторы Центра защиты воздушного пространства, следившие за показаниями радаров, подтвердили, что на экране радара действительно вызветился неопределённый летающий объект, который пересёк траекторию исследования аэробуса, а затем исчез с экранов. Как это не покажется странным, но подобный случай встречи самолёта с неопознанным летающим объектом не единичен. Ежегодно службы, отвечающие за безопасность полётов, сталкиваются с аналогичными происшествиями. Большинство из них подконтрольны международной организацией гражданской авиации. Эти необъяснимые встречи в небе редко попадают на страницы газет. Однако во многих случаях речь идёт о безопасности пассажиров. 9 августа 1997 года Боинг 737 швейцарских авиалиний направлялся из Нью-Йорка в Филадельфию и чуть не столкнулся с неопознанным летающим объектом. 6 января 1995 года, за несколько минут до посадки в аэропорту Манчестера, Боинг 737 британских авиалиний чуть не врезался в яркий объект треугольной формы. НЛО передвигалось бесшумно, и его присутствие не было зафиксировано радарами. В августе 1984 года самолёт авиакомпании «Кон Дейр» столкнулся с неопознанным летающим объектом и был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту английского города Ипсвич. Инспекторы британской гражданской авиации в отчёте указали, что самолёт получил серьёзные повреждения одного из двигателей. Ущерб был нанесён части корпуса, одному из элеронов и гидравлическим кабелем. Внятного объяснения ни одному из этих случаев не смогли дать ни следователи гражданской авиации, ни руководитель СЕПРА Жан-Жак Веласко. В отношении подобных необъяснимых случаев мы говорим о том, что нам приходится сталкиваться с явлениями, которые невозможно соотнести с технологиями, которыми мы обладаем на сегодняшний день. Если на Земле ничего подобного нет, значит, эти технологии изобретены где-то ещё. Единственное, что остаётся предположить, что НЛО прилетают из космоса. Мы не можем об этом говорить со стопроцентной уверенностью. У нас нет возможности объяснить этот феномен. Но, по крайней мере, учёные могут отталкиваться от этой теории. Франция — единственная страна в мире, где Национальный комитет космических исследований создал службу по изучению НЛО. Её основал в 1977 году инженер Клод Пойер. В настоящее время он на пенсии, а в своё время возглавлял эту службу. Клода заинтересовал феномен НЛО, когда он прочёл отчёт Кондона. Если явление описывается на тысячи страниц, а затем утверждается, что его не может быть в природе, значит, этот феномен действительно заслуживает пристального изучения. Клод начал исследования, которые продолжались долгие годы. В начале 80-х Жипан был преобразован в Сепро, поскольку в Центре космических исследований уже не придавали проблемам НЛО первостепенной важности. В 80-х годах их больше интересовали другие проблемы. К чему я говорю об этом? Существует служба, которая занимается изучением феномена НЛО. Все эти годы вокруг её деятельности ведутся споры, поскольку некоторые исследователи НЛО полагают, что Сепро замалчивает правду о своих исследованиях, как это делает американское правительство. Но вопрос в другом. Чего они за это время смогли достичь? Мне кажется важным, что во Франции именно научное сообщество взялось за решение этой непростой задачи, которая требует открытого диалога с общественностью. И основатели, ЖПАМ, Клод Пуэр, Элейн Эстерль, много достигли в первые годы существования службы. К сожалению, в последнее время Сепро не имеет возможности работать в прежнем режиме. Они не могут обнародовать большой объём информации, как прежде. Их главная задача изучать атмосферные явления. Они также занимаются и феноменом НЛО, но для серьёзных исследований у них практически не остаётся ни времени, ни возможностей. В таких условиях невозможно говорить о чёткой системе научной работы. Между Сепро и исследователями НЛО давно ведутся споры о том, кто знает предмет изучения лучше. Пуэр и Элейн на подобные заявления отвечали следующее. Мы работаем над этим вопросом. Нам некогда отвечать на письма и телефонные звонки. Со временем вы узнаете о результатах проделанной нами работы. В результате независимые исследователи стали подозревать Сепро в том, что они замалчивают правду о своих исследованиях. Но это не так. Проблема здесь касается совсем другого. Для учёных феномен НЛО не является первостепенной важностью объектом исследования, чего не скажешь о независимых исследователях, которые посвящают этому всю свою жизнь. Кроме того, Национальный Центр Космических Исследований никогда не считал работу Сепро приоритетным направлением своей деятельности. Поэтому они не могут похвастаться особо большим объёмом финансирования. Эта служба продолжает работать, но их возможности не безграничны. С тех пор, как Жипан преобразовали в Сепро, они не представили ни одного нового отчёта. Зачастую работа не идёт дальше обсуждения, как это произошло в 1981 году, когда в Транс-Сан-Провансе наблюдали приземление неопознанного объекта. Этот случай исследовал Жипан. Его до сих пор обсуждают, но с того времени в первоначальном расследовании ничего так и не изменилось. После Второй мировой войны с феноменом НЛО столкнулись несколько гражданских служб. С каждым днём растёт количество необъяснимых свидетельств очевидцев. Даже несмотря на то, что до сих пор немало документов, всё ещё находится под грифом «совершенно секретно», в последние годы общественность получила доступ к тысячам документов, которые подтверждают, что феномен НЛО действительно существует, и его необходимо изучать. Общество и средства массовой информации скептики и следователи НЛО продолжают обсуждать теорию пришельцев из космоса. Эта дискуссия могла бы быть более продуктивной, если бы мы подходили к изучению фактов, забыв о предрассудках. В конце концов, нельзя отнять у людей веру в то, во что они хотят верить.